Напиши себе ответ. Вообще-то рисунки удобнее. У вас появляется еще и возможность толковать происходящее удобным для вас образом. Однако, когда клиент вашего магического действа обнаруживает в ответ на свой вопрос собственноручные неосознанные каракули, это производит впечатление. На твердую горизонтальную поверхность на уровне бедра сидящего клиента, или своего, если вы сначала экспериментируете с собой, кладете листочек, затем подвешиваете над ним руку клиента, как вы уже умеете и вкладываете в нее ручку. Однако необычным хватом, как при сознательном письме, клиент обхватывает пальцами ручку так, чтобы она смотрела перпендикулярно листочку, чтобы, когда ручка, маркер, роллер, опустится на бумагу, она встала прямо, и вес руки, который будет придавливать ее, давил вниз, а не в бок. Сначала нужно, чтобы ручка висела в руке, и проследите за тем, чтобы она не выскальзывала из пальцев. Теперь пусть клиент озвучит вопрос, или вы спросите его, и загадает про себя варианты ответов. Прямая вертикальная черточка будет означать «да», или первое, горизонтальное, нет, или второе, диагональное, неизвестно. Можно придумать и другие простые значки для третьего, четвертого и так далее вариантов ответа, после чего предлагаете клиенту закрыть глаза и предоставляете его руки медленно опускаться. Можно отвлечься, посчитать что-то про себя. В какой-то момент рука опустится, она может постоять на месте какое-то время, дрогнуть. Когда вы поймете, что что-то уже прочерчено, клиенту можно открыть глаза и посмотреть на результат. Когда это получится, это быстро у всех получается. Попробуйте следующий шаг. Теперь вы можете задать вопрос, на который вам нужен развернутый ответ, словом или двумя словами, или цифрой. Как будут звать мою будущую секретаршу, или забытый номер квартиры, или еще чего. После этого рука также опускается и вы предоставляете ей двигаться. Ручка двигается толчками. И каждая остановка, это каждый раз начало. Вы немного подталкиваете ручку, когда уже ощущаете начало мелкого собственного движения, чтобы каждая мелкая черточка была отчетливей. Импульс заканчивается, ждите следующего. Рука как бы сама обозначает намерение, а вы ее туда сдвигаете. А потом открываете глаза и пытаетесь расшифровать. Это связано с дыханием. Когда вы вдыхаете, тело немного приподнимается и руки легче двигаться. Используется все та же единая структура воздействия. Депотенциализацию никто не отменял. Если вы продолжаете сознательно следить за своими движениями, пытаетесь угадать, что же там пишется, получается ерунда. Отвлекайте сознание. Сосредоточьтесь на мельчайших импульсах. Или вообще переключитесь на что-то другое. Можно считать, брать интегралы или просто отсчитывать от тысячи в обратном порядке по 12. А можно прислушиваться к движениям руки, главное не пытаться понимать, что она пишет. Первые полученные таким образом надписи обычно каракулеобразны и трудно читаемы. Ничего, лиха беда начала. Главное, что со временем получаются вполне осмысленные ответы. Одна дама запрашивала у своего бессознательного, что ей делать. Она ответила. Спи уже. Да. Я не высыпаюсь в последнее время. Другая спросила, что ей нужно сейчас делать. Паспорт. Вывела ее рука. Она как раз задумывалась получать загранпаспорт. Подобный ритуал можно использовать для создания рисунков. Знаки. Внутренняя мудрость. Бессознательный разум, как правило, знает, что на самом деле полезно. А вот рациональное сознание существует в рамках надо, должен, порядок, правило и всякое такое. Сознание догадывается. Далеко не всегда верно. Читатель, подставьте на место бессознательного разума внутренние чхи или что сами захотите. Очень интересно наблюдать последствия игры лабиринт. Там нужно долго ходить по расчерченным мелом линиям, а если сойдешь, и сам проиграешь, и команду подведешь. Мы много раз замечали, что люди, когда выходят из этого лабиринта, когда игра уже окончена, продолжают идти по нарисованному коридору. Все. Игра уже закончена, а правила остались. Даже когда уже на чай позвали, люди выбегают из лабиринта зигзагами, по линиям. Но внутренняя мудрость работает всегда. Человек обычно делает 3-4 зигзага по веревочкам и бежит уже прямо. Итак, пока человек блуждает в сознательных потемках, где-то рядом за окном, за занавеской уже есть ответы, решения и просто знания о том, о чем действительно стоит задавать вопросы. Более того, мы обычно предполагаем, что эти важные сведения внутренние я человека постоянно стараются донести до сознания. Просто сознание занято. Занятие 2. Поиск того, что пытается донести бессознательное, но поиск в другом месте и другим способом. И второе, глубокое бурение в абстрактные, пустые, мифологические сферы. Иначе говоря, обычное сознание обычного человека либо погружено в посторонние сферы, есть ли жизнь на Марсе науке это неизвестно, либо отмахивается от сигналов бессознательного, чтобы продолжить искать на южном полюсе колодец с ключевой водой. Да попрохладнее. Глухой Глухого звал к суду судьи Глухого. Глухой кричал, моя им сведена корова. Помилуй, возражал Глухой ему в ответ, сей пустошью владел еще покойный дед. Судья решил, чтоб не было разврата, жените молодца. Хоть девка виновата 23, поскольку исходный текст мы слегка переврали, то прямо ссылаться на Пушкина совесть не позволяет. И лишь когда случается уже совсем что-то важное, человека вдруг озаряет. Ой, что-то произошло. Ой, что-то случилось. Это знак. Знаком человек считает момент, когда он замечает нечто, а иначе он бы вообще мимо прошел. Продолжал бы думать дальше, как ни в чем не бывало. Знаком для человека оказывается случай, когда сознание выбито из своего привычного режима. Произошло нечто. Почему-то, как-то, знак возвращает человека к непосредственному восприятию реальности, а заодно, пока сознание не загудело снова на всю катушку. Позволяет заметить хотя бы то, что внутренний голос что-то сообщить хочет. Если удастся сохранить сознание в отключке, относительной, конечно, еще немного, есть шанс услышать и что именно этот голос хочет сообщить. И если вы, маг и волшебник, поможете человеку нормальному и обычному этот голос услышать и подсказкой попользоваться, то потом можете смело рассказывать, что клиент приходил и общался с духом усопшего бегемота, а вы, как профессионал, обеспечивали связь. Когда человек замечает то, что ему кажется знаком, это прямая информация о том, что его внутренней мудрости, или космосу, или ноосфере, или великим канализационным катакомбам Тибета, есть, что ему сказать. Остается только выяснить, что это такое. Знак – то же самое, что и звонок у телефона. Ку-ку, выходи на связь. Если к таким звонкам уж совсем не прислушиваться, начинается всякая ерунда. Почки начинают болеть, голова, мигрень, желудок, температура, аллергия, астма, кашель, насморк. Короче говоря, родной, пока ты меня не выслушаешь, я не успокоюсь. Сначала человек пытается справиться рациональными средствами. И только тогда, когда теряется, в догадках, когда сознание умывает руки, возникает шанс понять. Вы, маги и волшебники, помните, что потеснить сознание можно искусственно, с помощью различных способов депотенциализации. Так вам и карты в руки. В прямом, кстати, смысле. Обычно для того, чтобы человек наконец-то обнаружил знак, достаточно просто послать его, человека, этот знак искать. Инструкция «иди туда», «не знаю куда стара как мир», и также «вечно». Кто ищет, тот всегда найдет. А поскольку рационального описания, что искать нету, сознание уже в растерянности. И это хорошо. Да, если человеку очень надо, он найдет способ добиться от своего сознания внимания и понимания. Иногда вполне жестким способом. Температура под 40 очень помогает отвлечься от повседневной суеты, к примеру. Однако полезно обращать внимание на всякие знаки еще до того, как человек получит от себя самого предложения, от которого невозможно отказаться. Как найти знак? Предыдущую главу читатель проанализирует позже на предмет депотенциализации и внушений, Как только внутренняя мудрость понимает, что вы готовы с ней сотрудничать, все в порядке. Она-то всегда за. Она-то только этого и ждет. Задайте себе вопрос, на который бы вам хотелось узнать ответ. Где денег взять? Как сделать так, чтоб Маша пришла на свидание или за что меня любит Петя? Как поднять обороты по производству колбасы или как вылечить царапину на левом пальце правой руки? Или еще чего? После того, как вопрос будет задан, встаньте и постарайтесь любым способом, подвешиванием руки или воспоминанием, или еще каким из тех, что вы знаете, войти в состояние транса, задумчивости, погрузиться в себя, свои мысли. Просто продолжайте стоять. Когда захочется, вы можете закрыть глаза. Если не захочется, можете не закрывать. Вы можете продолжать оставаться на месте или начать двигаться. Слушайте себя, свое тело, свои ощущения, свои желания. Обращайте внимание на мельчайшие изменения внутри себя. Воспринимайте окружающий вас мир как целое во всей его полноте. Смотрите на него, если глаза открыты, ощущайте его, слушайте его как будто в первый раз. Как много интересного можно увидеть. Слушайте доносящиеся до вас звуки, чувствуйте ощущения внутри вас. Может пройти около пяти минут, или пятнадцати, такой рассеянности, пока что-то привлечет ваше внимание. Это может быть предмет или звук, или ощущение в собственном теле, а может быть ваше собственное движение, которое привлечет ваше внимание. Рассмотрите его, почувствуйте, познакомьтесь с ним. Как это нечто может быть ответом на ваш вопрос? Что это за ответ? Что это символизирует сейчас для вас? Почувствуйте, осознайте, поймите этот ответ, хоть как-нибудь. Перебирайте ответы до тех пор, пока какой-то из них не окажется знакомым. Он встанет на место, как родной, вы узнаете его, как после многих лет узнаете своих былых одноклассников. Они совсем другие, но все же похожи на тех, прежних. Если вам уже все ясно, то остального можно и не делать. Теперь мысленно переместитесь в этот символ, в этот знак. Станьте этим знаком. Соединитесь с ним. Посмотрите на себя его глазами. Подумайте, что вы, как знак, хотите передать нашедшему. Что важного и значимого вы сказали бы сейчас ему, что вы, найденный знак, можете сказать нашедшему вас по поводу его вопроса. И опять чувство сходства, правильности подскажет вам, что какая-то из промелькнувших мыслей, стоящая. Наконец, посмотрите на все происходящее со стороны, как если бы вы были великим Пха или каким-то более мелким его воплощением. Что сейчас происходит между знаком и нашедшим его, как все это связано с миром вообще, что они могут сообщить друг другу, как они взаимодействуют, как эта встреча может повлиять на решение поставленной задачи, какое это может быть решение. И когда вы ответите на эти вопросы, вернитесь в свое привычное состояние. Для этого можно сделать несколько движений, глубоко вздохнуть или просто попрыгать на месте. Вспомните три варианта ответа на ваш вопрос, который вы сами себе дали, глядя на знак, который знак вам дал, глядя на вас, и который дала вам Вселенная, глядя на вас со стороны. Сочетая эти ответы можно понять ответ вашего бессознательного, вас же самих, на поставленный вопрос. Если он понятен не сразу, посидите во внутренней тишине. Или расскажите соседу, и в его болтовне по поводу уловите что-то, что вы все-таки сможете узнать, как свое. Мелочи жизни. Если авторы не ошибаются, теорема Генделя гласит. В любой сложной системе есть положение равно недоказуемое и опровержимое в рамках этой системы. Жизнечеловеческие отношения – это достаточно сложная система, и поэтому с помощью логики или различных правил выстроить ее сложно. Соответственно, мы можем считать, что есть смысл воспринимать, а не планировать свою жизнь логическими выводами. И если мы это делаем, начинаются актуальные изменения. Царапины заживают, язвы зарастают, легкие очищаются, шлаки выводятся, энергетические меридианы выравниваются. Кто его знает, что там на самом деле происходит? Мы, конечно, посмеиваемся над всякими там меридианами, чакрами и пранами. Но с другой стороны, меньше посмеиваемся, когда говорим биоэнергетические поля головного мозга или там синусоидальные альфа-ритмы. А чем это, собственно говоря, от праны отличается? Для нормального человека с улицы, даже большинство остепененных коллег имеют лишь информацию, то есть читали и слышали нечто, по этому поводу, отнюдь не непосредственный опыт. Миллиарды же людей попросту могут отнести и ту, и другую терминологию в разряд непроверенной мистики и жить спокойно, пользуясь, когда надо, и выбрасывая из головы, когда польза сомнительна. Нет, истина истиннее, чем другая истина. Но есть истина лучше. Очень важно прислушиваться к самому себе. Можно просто банально сидеть и слушать самого себя, безо всякой мистики. Просто сиди и слушай, чувствуй. Очень много чего интересного в мире происходит, а ты просто тихонько сидишь и слушаешь тело свое. В нем ведь есть какие-то ощущения, к ним прислушиваешься. Мысли свои не думаешь их, а просто наблюдаешь, как они в голове проносятся. И через какое-то время ты понимаешь, что ты хотел. И что ты уже знаешь, как туда прийти. Сделай паузу. Твикс можно пропустить. Взаимодействие с самим собой, или с другим человеком, наиболее достоверно идет на уровне малозаметной чувствительности, недоступной просто рациональному сознанию. Там больше, чем 7-2. Чувствительности к каким-то мелким изменениям, каким-то мыслям, которые сознание не может отнести в рамки логичного, а потому просто игнорирует. Чаще всего за рамками логичного самое интересное в нашей жизни и происходит. Конечно, все описанное можно обставить самыми разными ритуальными притопами и прихлопами. И этим занимаются различные практики. Вот что такое гадание. Это все больше подсказки. Как тебе прийти туда, куда ты хочешь, и найти то, что ты ищешь. Или как тебе уйти от того, чего ты не хочешь. С собой сотрудничать полезно. Большинство психологических заболеваний от непонимания себя. Есть проблемы, еще поспи. Не помогает, еще поешь. Как говаривал Толя Губский, весьма продвинутый в бытовой магии человек. Ассирийская магия. В заклинании перечисляются средства, применяемые жертвой колдовства, чтобы раскрыть причину своего состояния. Он вопрошает, он вопрошает, он вопрошает постель, он вопрошает стул, он вопрошает тарелку, он вопрошает стакан, он вопрошает затапливая печь, он вопрошает факел, он вопрошает кузничные мехи, он вопрошает табличку и калам, он вопрошает барыка, он вопрошает домашних животных, он вопрошает оросительные каналы, он вопрошает колодец, он вопрошает реку, он вопрошает лодку, он вопрошает восход солнца и закат солнца. он вопрошает богов неба и святилища земли. И так постоянно, до тех пор пока какая-то вещь не даст ответа. Шарльф Ассе. Ассирийская магия 2 в ДН. Э. Систематическое исследование магических текстов. Спетербург, Евразия, 2001. Ритуал. Существует очень важная вещь для того, чтобы сработала единая структура воздействия. Ритуал это ее воплощение. Применительно к бытовой магии это возможно в двух вариантах. Неприметное разговорное воздействие в неформальной обстановке. Ритуал, действие, которое клиент воспринимает как магическое. Для того, чтобы человек вошел в нужное состояние, которое помогает ему воспринять ваше воздействие, а вам оказать на него это самое воздействие, существует ритуал. То есть можно и без него. Но с ритуалом все работает легче и проще. Единственной сложностью может стать подготовка клиента к участию в вашем замысловатом ритуале, но зато потом все пойдет само собой. Можно просто говорить человеку, войди в транс, войди в транс, войди в транс, и он войдет. А можно посадить в позу лотоса. В этой позе естественно затекают ноги, а это анестезия. Она уже сама по себе вызывает спонтанное трансовое состояние. Или можно просить человека держать руки на весу. Клиент в трансе будет через 3 минуты. Ритуал. Это то, что обеспечивает нужное вам состояние и действие. Ритуал позволяет не говорить прямо, чего вам нужно от человека, а организует саму ситуацию так, чтобы человек походу вошел в нужное состояние и воспринял нужное на него воздействие. То есть прошел по пятишаговой единой структуре. Ритуал – это способ достичь своего непрямо-покасательной. Мы человеку говорим, чтобы он делал вот это, потому что пока он делал вот это, он походу сделает вот то. В самом простом варианте, если нам нужно, чтоб человек просто встал с этого места, можно сказать, встань. Так тоже можно. А можно, например, попросим кофе. Как только человек встал и пошел за кофе, все. Вы уже получили, чего хотели. А ведь это еще не ритуал. Это вам напрягаться пришлось, просить чего-то. Если же человек знает ритуал, он что-то делает и вовсе сам по себе. Например, стучит по дереву или сплевывает через левое плечо. Трижды. С другой стороны, вы можете ему объяснить, что, когда человек сидит долго им одном и том же месте, у него развивается геморрой. Но если делать по пять приседаний каждый час, процесс развития болезни можно несколько затянуть. Ну и следовательно, если его интересует в этой жизни способность еще хоть некоторое время сидеть нормально на попе, то надо приседать как раз пять раз в час. И именно через семь минут кармически все сложится, и будет самое время для приседаний. Ритуал нужен для того, чтобы по ходу, в процессе его выполнения, человек сделал то, что вы от него хотите. Ритуал имеет цель. Ритуал имеет смысл постольку, поскольку человек делает то, что вы от него хотите. А все остальное вы ему расскажете. Почему кармические законы работают только на чистых меридианах? Почему сиеста угодно богу, а прана перетекает из брахта хутра в нахасрару именно через третий глаз? Вы можете начать рассказывать некую мистику. Ритуал, например, лечение геморроя заключается в соединении с великим пхе, но попадаются и несговорчивые. Геморроя нет, в гробу видал великого пхе, и говоришь, пока не болит, а ты уверен? И что, никаких болезненных ощущений никогда не было. А если сейчас прислушаться, а то есть уже начинается, великое пхе может предотвратить. Вы можете, конечно, не покупать защитный талисман пхе всего за сто. Помните подкову на двери Нильсобора? Говорят, что она помогает даже тем, кто в нее не верит. Ведь если внимательно прислушиваться к себе, к своему телу, то какие-нибудь ощущения обязательно где-то есть. А если их объяснить как признаки начинающегося банкротства от нелюбви к великому пхе? Потому что как раз банкротство, это кара великого пхе тем, кто на пробор не расчесывается и в стакан не смотрит. Поэтому скорее надо начинать. Классика из новомодных околохристианских течений. Вы довольны своей жизнью? Нет? Вам пора обратиться к Богу. Еще довольны пока, значит успейте обратиться. Можно просто попросить достать книжку, которая вверх ногами стоит. А можно сказать, что здесь есть что-то, что не так. Разные люди очень по-разному воспринимают это не так. Может быть, тебе было бы интересно найти то, что по-твоему здесь не так. А потом еще немного для отвлечения внимания. Если тебе кажется, что не так, это то, что очевидно, то может это не совсем то, что ты думаешь. Потому что не так может быть и тому, кто творит ритуал. Очень важно четко помнить, что важно. Чтоб у клиента давление нормализовалось или чтоб желтизну в серых глазах увидел. Но, не видит он ее, продолжайте объяснять ему что-нибудь, параллельно рассказывая про давление. Вам-то какая разница, видит он там желтизну или нет? Магу самое главное помнить, что он, маг, хочет, что клиент заказывал. Потому что потом, когда чары рассеются, клиент должен остаться с результатом, а не только с мифом и ритуалом. Так что если ваш клиент наотрез отказывается верить в желтые глаза, выключите свет и расскажите ему, что при ином освещении. Некоторые все же могут увидеть истинный цвет своих глаз. Смотри внимательно в зеркало, пока не увидишь, что глаза желтые. И варианта только два. Или плюнет и уйдет, или увидит, наконец, свои желтые глаза. Ритуал должен быть физически выполним клиентом, с одной стороны, а с другой, очень важно, чтоб он был субъективно сложен, субъективно дорог. Чтобы клиент хотел как можно быстрее от всего этого избавиться. Но избавиться можно, либо решив проблему, либо хлопнув дверью. Поэтому вы хотите, чтоб у клиента была явная мотивация к изменениям, желание решить, наконец, сложившуюся ситуацию. И тогда он будет согласен переползать по огороду в поисках места силы или по утрам на балконе восстанавливать съехавшие на сторону меридианы. Обратите, пожалуйста, внимание на три вещи. Во-первых, сама последовательность задания создает состояние. Можно объяснять, там поддержите состояние и еще там поправьте состояние. Но если просто все сделать по ритуалу, нужная глубина транса сама по себе поддерживается. Во-вторых, обратите внимание, что ритуал выстроен по единой структуре воздействия. В тот момент, когда вы понимаете, что ритуалы есть то, что связывает единую структуру воздействия с состоянием, вы понимаете природу возникновения магии. Для себя, для других ли? Параллельный процесс. Магическая кухня покоится на ритуалах. Суть же ритуала – параллельный процесс. И если пользоваться предположениями о наличии внешнего логического разума и внутренней мудрости, или бессознательного, то параллельный процесс – есть одновременная разнонаправленная работа этих двух частей. Для того, чтобы умная голова не мешала внутренней мудрости, мы ее отвлекаем, занимаем делим ритуалом. Внешней, формальной его частью. Формально надо пойти туда-то, увидеть то-то, столько-то поклонов отбить, потом на горохе проползти до стены, взлететь в седло, а может по углям до ближайшего дуба и таким ритмом бить в бубен или... Формальный ритуал занимает сознание, происходит для ума. Полезно сообщить человеку, зачем это на самом деле все происходит. А если мы опишем пользу ритуала подробно и со ссылками на то, что в это время в тебе, или в космосе, происходит на самом деле получится уже неплохое внушение. Собственно, с внушения ритуал часто начинается. Вы объясняем человеку, зачем ему проходить ритуал и как его проходить. Проползти, пролезть, съесть и загнуться. Сознательная часть. И тогда у нет голова пройдет, язвы заживут, обороты увеличатся, бессознательная часть. Вспомните ритуалы, в которых вы сами периодически участвуете. Ритуал утреннего подъема, примерки одежды, подготовки к работе, ритуал позвонить по серьезному вопросу или ритуал ожидания звонка. Если вы бывали на тренингах личностного роста, то помните такое. Ты это сейчас сделаешь, и это будет для тебя означать вот это. Подобные вещи часто и в психотерапии, психокоррекции, гомеопатии и прочей кармистики. В чем штука? Перед началом ритуала вы закладываете человеку цель, хорошо бы, конечно, чтобы она у него уже была, своя. Но не всем так везет. Затем поясняете, что все это нужно проделать как раз для того, чтобы эту цель достичь. Поэтому кстати, ритуал, как правило, продолжается до тех пор, пока не закончится параллельная, это бессознательная часть работы, которая, собственно, и приводит человека к результату. Набери в рот воды, да не плюнь, не глотни, а так и держи во рту, это тоже ритуал. Не просто молчи, когда с тобой дед ругается. Бабка же не выдержит и брякнет что-нибудь. А тут вода особая, заговоренная. Ты ее в рот и держи. И так до тех пор, пока привычка не установится. Помалкивать. Ритуал продолжается до тех пор, пока не достигнуто то, ради чего он был начат. Гештальт терапия, добрая молитва, психодрама, НЛП, Лайф Спринг, пленумы Компартии, инициативы Комсомола, Адитинку Хаббарда, колдовство у соседки, гадания под Новый год, структура одна. Если ритуал, сложный, хоть и выполняется, да тот, кто его выполняет, не представляет себе результата, тогда это все оказывается никому не нужно и не работает. Простой ритуал, вроде йоговских упражнений, предназначенный впрямую для достижения физиологических изменений, может работать и без мифологии вроде бы. Только и там все настаивают, что надо получать удовольствие тела, а без него, мол, все на смарку. Увы, часто бывает, что люди нахватаются каких-нибудь интересных упражнений, практик или методик, особенно по телесно-ориентированной психотерапии или холотропному дыханию и просто повторяют их где ни попадя. И зря. Все завинчивания в позу зю или шаманство над скачущими блюдцами имеют хоть какой-то смысл только при четком ведении результата, потому как действие ритуала организуется исключительно для обеспечения бессознательного процесса. Сам по себе ритуал никому не нужен, это инструмент. В этом суть параллельности процесса в ритуале. Один процесс отвлекает сознание, другой реализует результат или предоставляет время для того, чтобы запустился процесс с достижения. Смотрите, пока не поймете, ждите, пока не поймете. Не просто 15 минут сидите над этим, а делайте пока. Ритуал может быть как очень простым, просто сиди и жди, или смотри в точку. Так и сложным, переставляй стулья, собирай камни, разбрасывай на мне, перебирай четки, долби головой об стену, читай Нострадамуса задом наперед. Можно вспомнить дыхательные техники или техники Аша. Основная задача ритуала – отвлечь на себя все внимание. Ты проделываешь все это, для того чтобы очиститься, ты, е, в конце действия ты получишь то состояние, которое по твоим представлениям является чистым. Любой тренинг в какой-то степени ритуал. Перед началом обычно спрашивают, кто зачем сюда пришел, или ведущий рассказывает, чему и зачем люди будут учиться. Опытный ведущий ориентируется на пришедших и как-то увязывает все то, что он делает, с ожиданиями. Затем идет процесс обучения. Но кроме того, занятое обучением сознание позволяет бессознательному слушателям впитать изначальное внушение, или самовнушение, ведь вначале участник рассказывал о своих ожиданиях. Научиться новому, стать здоровее, обрести радость. Ведущему нужно лишь не делать ничего, что могло бы этому сильно помешать. Так ведущий курса, тренинга, программы просветления и других групповых действ подключает в помощь себе бессознательные слушатели. Главное и основное люди, как обычно, делают сами. А ведущий тем временем развлекает сознательную часть. Ну и если он из профессиональных магов и понимает, что к чему, попутно подсказывает бессознательному восприятию аудитории наиболее простые и легкие пути обучения. Так что, чему бы вы ни шли учиться, полезно вначале загадать желание. Если вы понимаете структуру, то уже не важно, как именно вы ее оформите. Только если вы, не дай бог, в какой-то момент начинаете верить, что сам ритуал является содержательной стороной, вы теряете главное, то ради чего он вообще был задуман. Вот почему верховные жрецы, священники и прочие великие иерархи всего сущего чаще всего значительно менее серьезно оценивают священно действия, чем верные молящиеся. В дальнейшем, чем больше вы практикуетесь, тем все более простой ритуал вам будет необходим для достижения поставленной цели. Можно из перекладывания спички, из простого поднятия руки ритуал самоисцеления сделать. Если проводить аналогию с компьютерными программами, то ритуал – это скорее интерфейс, а содержание внутри – это процесс. Интерфейс без процесса не имеет смысла, но и процесс без интерфейса малодоступен для понимания. Ритуалы могут быть очень разными. Их задача – депотенциализировать сознание. Чем надежнее депотенциализация сознания в процессе ритуала, тем надежнее результат. И вот что интересно. Для многих людей простота, где особо и осмысливать нечего, отбивает сознание гораздо легче, чем многомудрая сложность. Смотри в точку, пока не поймешь. Сиди в темноте, пока не просветлишься. Потом стой, пока не просветлишься. Потом смотри, пока не просветлишься. И если эти примеры вам показались забавными, значит вы не в курсе восточных монастырских практик, где путь к просветлению часто пролегает через многодневное пребывание в темной яме. Сами по себе ритуалы могут быть до безобразия просты, это и депотенциализирует. Сознание очень быстро начинает понимать, что ему нечего понимать, и оно глохнет. Или зацикливается, что тоже вариант. Технические рекомендации. Хорошо бы, чтобы ритуал был двигательным, занял тело полностью. Желательно, так еще больше трудностей для сознания, чтобы тело было занято несимметрично справа и слева. А еще можно к этому добавить какую-нибудь техническую часть вроде. Отсчитывай от тысячи по семь в обратном порядке, а каждое число еще и представляй различным цветом и размером, вращающееся одно по часовой, другое против часовой стрелки, первое удаляющееся, другое приближающееся. При этом на каждое четное число похлопывай левой рукой, а на каждое нечетное, правой ногой дергай два раза, а левой, три раза и после каждого перехода через десяток, подпрыгивай. И все это под музыку. В результате минуты через две у человека начинает надежно зависать сознание, наступает перегруз. И вот уже глубинная мудрость начинает нормально работать. И что интересно, такие неразумные, вроде бы, сложности, имеют и еще одну ценность. Они служат индикатором. Чем лучше получается ритуал, чем легче, приятней, чем более играючий человек справляется с ним, тем ближе результат. Объяснить это можно по-разному. То ли высвобождаются вычислительные ресурсы мозга, потому что большая часть основной, бессознательной, задачи уже выполнена. То ли весь внешний процесс, есть отражение внутреннего, и чем лучше там, внутри идут дела, тем веселее и на поверхности. То ли просто такова воля великого пхэ, которая в безграничной мудрости своей придумайте сами. В любом случае именно по внешней составляющей ритуала вы можете судить о том, как идут дела. Когда все необходимое сделано, у клиента вдруг начинает все получаться. По сути, это сигнал изнутри. Все свободен. У меня все в порядке, можно возвращать сознание. Со стороны это очень интересно наблюдать. В начале человек сбивается, у него ничего не получается, все трудно, все не так, процесс идет. В какой-то момент у него начинает получаться легко. И в это же время приходит ответ изнутри или проходит боль, или приходит радость и так далее. Причем, если задать другую задачу, это же опять будет получаться через пень-колоду. Если побудить человека к сотрудничеству с самим собой, у него многое может получиться. По сути, там внутри, это же сам человек и есть. Куда более настоящий, чем его рациональное мышление. Этот внутренний голос, его собственный, его глубина, которая и хочет игота для него в жизни. Как только человек начинает с ней сотрудничать, она активно начинает помогать. Поставил цель, и отвлекись. Когда будет надо, я тебе сообщу. Вы ставите какую-нибудь цель. Ну, например, чтоб потеплела левая нога или чтоб вспомнился телефон вашего приятеля, который прямо сейчас вы вспомнить не можете, или вы хотите, чтоб улучшилось настроение. Желательно ставить себе достаточно внятную и, для начала, достаточно легко достижимую цель. Можно ожидать идею по поводу решения какой-нибудь задачи. Где денег взять или как сделать так, чтобы Наташа пришла на свидание к Васе, и вы получите идею, как только у вас начнет получаться ритуальное действие. Завершение процесса связано с получением результата. Очень важно понять, как вы узнаете, что процесс завершен. Если это жонглирование, то сколько раз ты должен подкинуть мячик, чтоб нужное состояние пришло. Или сколько времени ты должен не ронять мячи, или еще как-нибудь. Если ползаешь под стульями, сколько стульев тебе надо оползти и ты, д. Незавершенность ритуала, попытка бросить его посреди, это как бы сигнал бессознательному. Данный результат не важен, можешь не напрягаться, я тут так, просто пару раз в бубен постучать выходил. Или же это сообщение, что результат недостижим в нынешней ситуации и при существующих условиях. В этой связи полезно создавать, себе ли, другим ли, практически выполнимые ритуалы. Пусть вначале будет сложно. Руки путаются, язык заплетается, и левая пятка наотрез отказывается чесать правое ухо в такт бубну. Но вы точно знаете, что вы, или ваш клиент, физически в состоянии это выполнить в течение какого-то конкретного времен и до конца. Важно, до конца. Некоторые вещи все-таки требуют времени, например, выздоровления или еще чего. В этом случае лучше задавать ритуалы на запуск процесса, а не на сам результат. Дело в том, что ритуал использует не только депотенциализацию, но и латентный период в самом ходе своего выполнения. Если задача получить результат, а он слишком сложен, то выполнение ритуала может весьма затянуться. Впрочем, так тоже вполне возможно. Диеты, молитвы, утренние пробежки, афирмации, ежевечерние занятия йога и другие повторяемые ритуалы создают необходимый срок на подействовать. Дело и жди. Результат придет. Ритуал сделай сам. Попробуйте придумать ритуал самостоятельно. Вы же прекрасно понимаете, что ритуал – это не всегда и не обязательно прыжки в черных плащах через огонь в бездну. Вы можете представить себя жрецами какой-нибудь школы. И ваша задача, чтобы ваш клиент поверил, и не просто поверил, а проникся всем происходящим процессом. Поэтому вам надо, помня обо всем, кратенько, но проникновенно, наворотить мистики. Узнайте, что человек хочет. Тренируйтесь на простом. Чтоб нос прочистился, чтоб лоб вспотел или почесалось где, или может, чтоб голова прошла, или синяк скорее рассосался. Теперь расскажите свою мистику. Ты знаешь, в мире все вот так, и еще так. И, предложите ритуал, который, с одной стороны, загрузит тело и мозги, как уже обсуждалось, с другой стороны, будет вытекать из всей этой мистики, а с третьей, будет занимать по времени минут 5-10. Пусть человек все это выполнит под вашим чутким руководством. А в синхронизации напомните ему, зачем он все это делал и помогите осознать полученный результат. Внушите. Объясните. Просто обратите его внимание. В дальнейшем полезно экспериментировать. Можно сделать тот же ритуал, но для другой цели, и с другим человеком. Можно сделать другой ритуал. Исходя из той же самой мистики, можно придумать другую мистику и из нее объяснить этот же самый ритуал. Замечательный пример. Различные телесно-ориентированные методики. Одни и те же упражнения, зачастую абсолютно противоположные объяснения, а работает. Просветление наступает. Главное объяснять вовремя. Почему пока ты не изогнешься в позу змеи, вон на той тумбочке мужа не найдешь. А если выпрямиться потом смогла, значит все, все что угодно, значит можешь. Лишь бы сработало. Потому что, как вы сами понимаете, прямой связи между мистикой и ритуалом нет. Почувствуйте себя жрецами. Теми самыми людьми с большим чувством юмора, колдунами, магами, волшебниками, священниками, которые придумывают большую развлекуху для окружающих с незначительным терапевтическим эффектом и регулярными подаяниями в кассу. На дело же. Люди исцеляются? Исцеляются. Улучшается же их жизнь? Улучшается. Для развития воображения Кастанеду почитать можно, Пхагавадгиту или беседы отца Александра Меня. Человек, который сам создает гороскопы, мистики, религии, мифы. Отлично потом сам понимает, как это все делается. И соответственно, быстрее поймет, когда чего-то подобное начнут делать с ним. Если на благое дело, еще и поможет. А нет, улыбнется и пойдет своей дорогой. Не надо сопротивляться чужим внушениям. Надо их использовать. Самое важное в ритуале, это финал. Скажите человеку, ты это сделал? Значит, устройте ему приличную синхронизацию. Не забудьте отметить, это завершение. Значит ты получил. Плачешь? Значит молодец. Значит открыт людям. Значит сердце у тебя сдвинулось. Значит теперь у тебя все получится. Не плачешь? Значит ты сильный. Значит ты мужественный. Ты через все пройдешь и со всем справишься. Вылез из-под табуретки. Справился? Не вылез? Еще лучше. Главное, чтобы человек получил представление по ходу ритуала, что итог связан с тем-то и дает это ему то-то. Многие маги квалифицированно, грамотно, профессионально фантазируют. А если они все делают квалифицированно и грамотно, то клиент получает результат. И значит они уже не фантасты, а целители. Ведь практика – критерий истины. 24. Во времена развитого социализма это не оспаривалось. Сами только отнеситесь к своей мистике с юмором. Если вы делаете серьезный ритуал с дурацким выражением лица – плохо. Если вы делаете дурацкий ритуал с серьезным выражением лица – работает. Не перепутайте. Некоторые волшебники начинают прием с того, сколько у них каких степеней. Или зачитывают телеграммы, у кого что рассосалось. Это тоже часть мистики. Важное, нужное. Только самому целителю, да и после ритуала, верить не стоит. Другое дело, во время ритуала. Сам маг во время ритуала тоже может получить результат. Он же весь в процессе. Поэтому желательно ставите себе цель. Если вам важен результат, ритуал пройдет и закончится успешно. Верно и обратное. Если результат нежелателен, ритуал может длиться вечно. Если вы обещаете себе яблоко, когда у клиента упадет давление, а сами яблок терпеть не можете, понятно, сколько времени вы его лечить будете. Но необходимо помнить, что все это имеет смысл постольку, поскольку вы знаете свою цель, знаете результат. Потому что если вы куда соберетесь, проверьте, что вы именно этого хотите, что вам именно туда. Жизнь, она как тупой джинн. Добрый, но тупой. Просишь хоть три корочки хлеба, она тебе даст. Ровно три. Чуть-чуть не так сформулировал, получай. Важно правильно формулировать для самого себя. Даже не в словах дела, а в том, как вы себе это представляете. Ведь вы получите именно это. То, что было в вашем образе желание. Может, видели фильм ослепленный желаниями. Там товарищ все время формулирует желания, и они сбываются в точности, но совсем не так, как он этого хотел. Я, один из авторов, как-то посмотрел фильм «Восток-запад». Перед сном вспомнил про фильм, а фамилию главного героя забыл. Решил потренировать память. И попросил, чтобы бессознательная обнаружила фамилию главного героя, и как обнаружит, сообщила об этом. Больше я так не делаю. В четыре часа утра меня что-то поднимает в постели. Я сижу с открытыми глазами и отчетливым чувством. Что-то произошло. Изнутри там что-то дождалось, пока я окончательно войду в сознание, и вот в мозгу всплывает. Головин. С тех пор я эту фамилию помню. Все верно. Хотел вспомнить. Вспомнил. Я же не уточнил, что если буду спать, то не надо будить. Я же попросил. Как найдет, пусть сообщит. Нашло, сообщила, проследила, чтоб я понял, что такое Головин, в четыре часа утра, и успокоилась. Правильное отношение к бессознательному иллюстрирует инструкция к автомобилю Rolls-Royce. Если ваш автомобиль сломался, ваш шофер знает, что делать. А верующие говорят, что есть только одна правильная молитва. Господи, да будет по воле Твоей. Может быть, если вы же устанавливаете сами с собой доверительные отношения, сотрудничаете, стоит просить здоровья, счастья, любви, без подробностей. Пусть я буду счастлив, а как конкретно, не важно. Само придумается, само найдется. С другой стороны, полезно удерживать в голове самую основную для себя цель. И поскольку все равно делаешь какие-то шаги и оказываешься все равно не там, где предполагал, полезно о главной цели помнить, чтобы каждый раз возвращало. Ведь как бывает в жизни, чего-то люди добиваются, добиваются, хотят изо всех сил, получают. А потом не знают, как от этого избавиться. Чаще всего так бывает с влюбленными. Пусть он, или она, будет моей, моим. Вот это получилось. Господи, куда б теперь деться-то от этого. Формулировать надо правильно. То же с выбором профессии, жизненного пути, друзей, престижной работы. Вот вы знаете, что надо же этого хотеть. Все хотят. А на самом деле этого хотеть совсем даже и не хочется. Тогда в бой вступает великое слово «надо», которое принесло в этот мир больше несчастий, чем все злодеи вместе взятые. Слово «надо» пытается испортить вину жизнь, но внутренняя сущность сопротивляется. Она-то за вас. Набудет всячески уводить вас от «надо». Тут как никогда важно прислушиваться к себе. Важно договариваться с собой, а не насиловать себя. Так надо. Это мой долг. Полезно договариваться. Некоторые люди к себе относятся хуже, чем к кому бы то ни было. Подождите, сейчас я себя заставлю. Сейчас я себя загоню в транс, там добью, а потом. Что за отношение? К себе надо относиться бережно. Примеры ритуалов. Приведем несколько не слишком распространенных ритуалов. Распространенные описываются с избытком в книгах Литвака, Лазарева, Кандыбы, Кастанеды, Санчеса и других, не столь известных в ритуальной области авторов. На основе этих ритуалов вы уже можете конструировать свои. Алфавит. Алфавит дает очень хорошее представление о сути ритуальной процедуры. Удобно то, что для получения результата практически не нужно загромождать свое мировоззрение мистическими построениями. Достаточно просто выполнять инструкции. Упражнения или техника, как угодно, используют таблицу алфавита. Традиционно 5 на 6 квадратов, но можно и по-другому 25. Английский вариант использует таблицу 5 на 5 квадратов. Приведенную ниже. Обычно бывает удобно нарисовать ее на большом листе бумаги и повесить на стену или еще куда-нибудь, чтобы можно было встать перед ней на расстоянии примерно полутора-двух метров. Хорошо. Так что нужно делать? 1. Сначала поставьте цель, просто подумайте о ней, представьте себе образ будущего, который вам понравится. 2. Перейдите в другое место, встаньте перед таблицей так, чтобы видеть ее полностью. 3. Читайте вслух верхние буквы из каждой пары. 4. Одновременно взмахивайте, широко от души, руками в соответствии с нижней буквой пары. L – левой рукой, P – правой рукой, O – обеими руками одновременно. Важно удерживать ритм, читать буквы громко и отчетливо, четко взмахивать руками в том же ритме. И делать все это правильно. Любой мелкий сбой. Причина начать сначала. 5. Выполняйте чуть быстрее, чем вам удобно. Когда собьетесь, не та рука, не та буква, сбой с ритма, слишком большая пауза, начинайте сначала. Задача – пройти всю таблицу в едином быстром ритме без сбоев. 6. После того как выполните, сразу же вернитесь в то место, где вы ставили цель и вспомните эту цель. Прислушайтесь к тем мыслям по поводу, которые придут вам в голову. 7. Можно варьировать выполнение. Снизу вверх, столбцами, змейкой, через один квадрат, по диагоналям, сначала все гласные, потом согласные и так далее. Лишь бы в начале было ново, необычно и непросто, а потом, получилось. Играйте. Не стоит относиться серьезно. Серьезно, значит с активным сознанием. Расслабьтесь. Таблицу можно составить самому под каждый случай тренировки. Важно лишь соблюдать общее правило. Таблица должна быть близка к квадратной, то есть не в один ряд и не в один столбец, а с примерно равными сторонами, под буквой L должна оказаться, P, правая, под P, L, левая, и O, под O. Остальное, случайным образом. Важно выполнить упражнение до конца, до успешного выполнения задания. Прерываясь раньше, вы оставляете себе внушение, что поставленная бессознательному задача неважна, и ее можно не выполнять. Или что она невыполнима. А ваше бессознательное вполне в состоянии сделать невыполнимой любую задачу по вашей неявной просьбе. Не стоит загружать свое бессознательное уж очень большим объемом работы. Тогда и сознательная часть процесса займет изнурительно много времени и сил, что немаловажно. Есть любопытная история о том, как молодой человек составил, подробно и развернуто, большой список всего того, что он хотел от своего бессознательного. И предложил себе потрудиться над этим, пока он возвращается домой на велосипеде. Обычно поездка занимала около получаса. В этот раз он плутал четыре с лишним часа. Где-то по дороге молодой человек основательно помял багажник велосипеда, где лежал его список. Вернувшись на конец, очень затемно, домой, парень обнаружил, что около половины списка оказалось оторванной в пути. ГУЛАГ-Архипелаг. Еще одна ритуальная процедура, которая одновременно показывает успешность работы бессознательного. Чем лучше выполняется ритуал, тем, соответственно, ближе к цели бессознательные. Однако здесь нужен помощник. 1. Перед выполнением упражнения поставьте цель. 2. Сядьте на стул, держа руки над коленями. 3. Указательными пальцами одновременно, соблюдая синхронность, рисуйте на коленях фигуры. 4. Нарисовав круг, произнесите круг. 5. Нарисовав квадрат, произнесите квадрат. 6. Нарисовав треугольник, произнесите треугольник. 7. И снова рисуйте круг и называйте его. И так далее. 8. Теперь, когда это получается, пусть помощник предлагает вам словосочетание. Словосочетание. Красная шапочка, белый пароход, вкусный завтрак, веселый денек и т. 9. Ваша задача, услышав словосочетание и продолжая рисовать фигуры и произносить их названия в прежнем темпе и ритме, возвратить помощнику его словосочетание, переставив слова местами. 10. Шапочка красная, пароход белый, завтрак вкусный, денек веселый. 10. И так, пока не получится четко и легко. Четные хлопки. В этом упражнении тоже нужен водящий. Зато делать можно в группе, в зависимости от того, запланируете ли вы обязательный успех всей группы или каждого. Речь может идти о классической работе или работе с творческим потенциалом группы в целом. Е. Поставьте цель. 2. Водящий хлопает в ладоши, сбивая ритм. 3. Ваша задача заключается в том, чтобы хлопать вместе с ним, но только каждый второй раз, самый первый хлопок пропускается. 4. При сбое водящий начинает снова, варьируя скорость и ритм хлопков. 5. Добейтесь четкого попадания и возможно большей синхронности своих хлопков с хлопками водящего. 6. Очень важно, чтобы это было для вас не только игрой, а еще и работой, которую важно сделать. Начав ритуал, не бросайте его. Даже если вы были вынуждены прерваться, доделайте. Иногда желание прерваться тоже может быть инициировано бессознательными процессами. Ритуальное озарение. Обычно ритуал выполняется согласно идее черного ящика. Сознанию не нужно и не полезно знать, что происходит там. Однако можно побудить сознательное с бессознательным к более тесному сотрудничеству. Тогда общая структура ритуала может выглядеть так. 1. Поставьте цель. 2. Создайте ритуал. 3. Выполните ритуал. Первые три шага выполняются как и раньше. 4. Отойдите в сторону и подумайте, чем процесс выполнения вами ритуала мог быть похожим на процесс достижения поставленной цели. Постарайтесь выделить структуру выполнения вами ритуала. Вы могли начать бодро, быстро, несколько раз сбились, расстроились и уже собирались бросить. Стали все делать просто потому, что уже начали, и вдруг получилось. Может ли быть тут сходство с процессом достижения вами поставленной цели? Еще удобнее, когда ритуал выполняете не вы, а ваш клиент. Глядя на выполнение и подмечая детали, вы потом сможете рассказать, какое будущее, в смысле порядка достижения задуманной цели, клиент ожидает. И подскажете, как обойти трудные места, где расслабиться, где сосредоточиться. Может оказаться интересным, если содержание внешней стороны ритуала клиент тоже придумает сам. Свой ритуал ближе к телу. Хотя не всегда. Многим людям ценность ритуала видится как раз в его древности и сложности. А выдуманное самим, это что-то простое и уж точно не настоящее. Карты, свечи, шары, чтение будущего, толкование снов, гадание по руке, гадание на картах, бизнес-планы на графиках, гадание по огню, на кофейной гуще, гадание на белок, разбитый в кипяток, и прочее. Суть у всех гаданий одинакова. Носитель меняется, но суть одна и та же. Носитель для гадания необходим. Точнее, он необходим для того, кому гадают. На этот самый носитель отвлекается внимание. Кроме того, он и есть та фактическая основа, которая подтверждает слова гадалки. У гадания должна быть мифология. Почему гадание вообще работает? По руке. Папиллярные линии, они у всех разные, они. Путь отражения судьбы, их можно читать. Карты Тара. Наследие древнего Египта. Тайное знание фараона. Отражение судеб. Гороскопы. Космические циклы. Положение планеты созвездий. Зодиакальные. Эта мифология определяет и объясняет носитель. Носитель. Мифологический носитель. Это нечто, что должно позволять прозревать будущее, прошлое или что вы там будете предсказывать. Что это будет, не важно. Хоть по размеру обуви. Но важно, чтобы это нечто позволяло фиксировать внимание, отвлекать сознание, наводить состояние транса. Вокруг носителя строится весь ритуал. И каждому элементу носителя нужно найти объяснение в вашей мифологии. Иначе сразу понятно, что где-то что-то тут не так. Причем пока человека готовит к ритуалу, ему все надо объяснить, иначе же он не поймет, чего он в грязном блюдце не видел. А если всему есть объяснение, сознание спокойно. Все как надо, все под контролем. Почему сукно именно зеленое? Почему свет именно рассеянный? Почему затемнено это и на свету именно то? Почему карты сдвигать именно левой рукой и именно так, и никак иначе? Почему блюдце такого размера и обязательно круглые, а не квадратные? Почему букв столько и такие, а не столько и других? Можно потренироваться на картах Тара. Этих самых носителей там до 80. Включая белые карты и старшие арканы, а слова-то какие? И рассказать по их поводу можно все что угодно, все, что вы хотите. Можно почитать книги Е, Блаватской. Нужен отработанный или придуманный ритуал. Не просто у вас селезенка вылечится через неделю, а вижу, вижу, формулу любви вспомните. В твою судьбу хочу вчитаться, но не разборчиво строка, лишь вижу цифру 19. Пока конфигурация носителя дает предсказание, в этом особенная тонкость гадания. Получается как бы объективность, как выпало, так выпало, а гадатель дает толкование уже готового результата. Твоя рука, карты так легли, так кольцо упало, так. Гадающий не берет на себя роль знающего будущее. Он лишь толкователь. Карты не ошибаются, можно истолковать неправильно. Гадающий, это толкователь истинного знания. Можно гадать хоть по куриным потрохам. Лишь бы вы присвоили себе умение толковать именно эти знаки по данному конкретному поводу. Пока человеку рассказывают мифологию, выбирают носитель ритуала, объясняют, сам ритуал описывают, человек сосредоточивается, депотенциализируется сознание. А это очень важно. Кофе по чашке размазать, увидеть что-то в шаре. Получается некий результат. Это пока только подготовка гадания. Как-то легли карты, как-то встали стулья, как-то. После, толкование. Самое интересное во всей этой истории, толкование. В толковании вы все и делаете, потому что клиент уже готов все услышать. Помните, чем бы вы ни занимались, гаданием на картах или бизнес-консультированием, вам надо очень хорошо знать свою мифологию. Чтоб вы, чуть что не так, мол что ж ты мне про судьбу рассказывал, а про дефолт ничего не сказал. Астрокармическое поле в тот момент времени было затемнено в домах Плацедуса воздействием черной луны. Но теперь, когда натальные карты складываются в единый вектор получаемого процесса и трансзодиакальный поиск позволяет выяснить нужное направление, мы можем возобновить процедуру. В кассу. Когда я выйду замуж. Сосредоточься. Пошли ментальный импульс в колоду. Сейчас я стасую. Покажи мне карту. Нет. Дотрагиваться не надо. Только покажи. Очень хорошо. Как мне держать карту? Так. Эта карта. Паш мечей. Она символизирует мысли о молодом человеке. И в то же время предостерегает от возможной ошибки. Однако, если внимательно рассмотреть, Паш выставляет правую ногу вперед. Это говорит, что начало пути уже перед тобой. Меч, занесенный над Пажом в изящной элегантной позе, прямо говорит о том, что этот молодой человек нежных чувств, но большой решительности. Соответственно, в тот момент, когда ты будешь в начале пути, и столкнешься с нежными чувствами и решительностью, понимай, что это твой путь. И в тот момент, когда такое единение произойдет, ты вступишь на путь брака. Все это ответ на вопрос когда. Правда очень конкретно. Очень важно помнить, как спросили, какого числа я вернусь домой. Хорошие гадалки не надо знать, где дом, о каких числах идет речь. Ментальный импульс, пожалуйста, сосредоточься, думай о доме, думай о доме. Так, очень хорошо. А да, это пятерка пентаклей. Эта карта связана с деньгами, любовью и переживаниями. Именно в тот момент, когда ваша любовь к дому и ваша финансовая способность воплотить эту любовь будут соединены. Именно в тот момент вы отсчитаете пять от того дня, когда вы это поймете. Это и будет именно этим числом. На всякий случай, прямо скажем очевидное, официальное значение карт вас не интересует. У вас свой подход. Если вам приходит в голову самим верить в чьи-то, или собственные, мифы, вы занимаетесь не своим делом. Помните, что нужно говорить именно то, что нужно говорить, а не то, что выпало. Мало ли что выпало. У вас же есть цель вашего магического воздействия. Вот ей и занимаетесь. А разглядывать карты оставьте клиенту. Вы для того и раскладывали карты, чтобы товарищу было чем заняться. А вот если вам в какой-то момент нечего сказать, полезно знать официальное значение карт или придуманное вами. Надо же что-то говорить-жевать, пока мыслей по существу нет. Говорите. Двойка мечей – это эротизм и влечение двух людей. Одновременно это ошибки и страдания, одновременно это возможность их преодоления. В перевернутом варианте это означает. Но для тех, у кого светлые волосы как у вас, в сочетании с семеркой пентакли это все вместе означает. Уф, пришла мысль наконец. Это означает необходимость рассудительно отнестись к предложению, которое вот-вот поступит. Помните, что вы не знаете точно того, о чем говорите. Вы просто наблюдаете за человеком, и когда понимаете, что человек включается в процесс, продолжаете в том же духе. Иначе сворачиваете на другую тему. Не дай бог, вы сами будете думать, что это имеет какой-то смысл. Тогда вы потеряетесь, и будете уже самому себе предсказывать, а не клиенту отсюда недалеко и до необходимости подлечить голову. Если хотите узнать больше о другом человеке, попросите его погадать вам. Он все расскажет про себя. Если, конечно, не профессионал. Если гадаете грамотно, даже если самому себе, нагадаете хорошее. А если нагадаете хорошее, то в это поверит, или сам поверишь. А поверив, все это получит, сам получишь. Вспомните, как рассказывать истории, вы не знаете, почему вы сейчас говорите именно это. Говорите в шаблоне неопределенности, и все получится. А главное, помните про контакт. Контакт должен быть. Без контакта ничего не работает. Лучше человеку не гадать плохое, а испугать плохим и нагадать хорошее. Цыганская классика. В глаза смотрю, беду вижу. Подойди, красивая, помогу. Отведу. Дай руку. Погадаю. Ау, беда тебя ждет. Горе тебя ждет. Ой, большое тебя горе ждет. Можно помочь. Можно беду отвести. Ручку позолоти. Гештальт терапия. У тебя проблемы. Не осознаешь сопротивление? Значит еще большие проблемы. Помочь все равно можно. Начало с запугивания может быть полезно, но по возможности лучше его избегать. И в любом случае будьте очень аккуратны со словами. Важно говорить. Человек сам себе все додумает. Человек верит, и это работает. Полезно верить. Полезно верить в правильные приметы. В картине мира человека нет ничего настоящего. Там лишь его суеверие. А вы подбрасываете другие. Тоже суеверие. Важно, чтобы ваши были лучше. Нет истины истиннее. Чем другая истина? Есть истина лучше. Истина, это то, что полезно. Предсказал про зубы, и человеку полегчало. Предсказал по зубам, клиенту понравилось. Он своих знакомых привел. Вы хороший продавец не тогда, когда у вас купили. А когда тот, кто у вас купил, привел к вам всех своих друзей, родственников и знакомых. Чтобы они тоже у вас купили. Будьте хорошим продавцом своей магии. Гадание. Гадание, ясновидение, взгляд в будущее, проникновение в неизвестное. Все это вы можете делать для себя. Назовем это управляемой интуицией. И это можно использовать для других, предлагая услуги гадалки, предсказателя. Для других, естественно, делать проще. Не вмешивается желание подогнать ответ под собственное желание. Гадание, это ритуал. В ритуале должны быть уже известные вам пять шагов есф. А также, разумеется, и трансовое состояние, как с вашей стороны, так и со стороны того человека, которому вы гадаете. Ритуал гадания подразумевает введение и себя, и клиента в трансовое состояние. Кроме того, в гадание используется шаблон неопределенности и псевдологика, рассмотренные нами выше. Итак, ритуал гадания, это единая структура воздействия. Транс. Шаблон неопределенности. Псевдологика. Все ясно? Уточним то, на чем гадают, средства фиксации внимания и, часто, депотенциализации. Карты, руны, папиллярные линии, кофейная гуща, чаинки, огонь, строение ануса, куриная потроха и морозные узоры. Посмотрите на все это долго. Что вы видите? А в каком состоянии находитесь? Гадальные нарты выглядят не так просто, как игральные. На хороших гадальных картах есть абстрактные рисунки и неясные символы. Ниже вы рассмотрите два типа гаданий. Постоянные, сюда мы относим гороскопы, включая тесты, и, ситуативные, карты и прочие вышеназванные изыски. Ситуативны они потому, что каждый новый расклад оригинален в отличие от однажды выпавшего знака зодиака или типа личности. Вы сможете обратить внимание, что подобные чудеса используются не только в магической практике, но и во вполне, казалось бы, рациональных сферах. От науки до бизнес-консультирования. Безошибочное предсказание. Будет тебе счастье. Гадание такое. Другое. Время не произойдет событие, которое удивило бы его самого, если бы он заранее об этом узнал. Под это описание подойдет и наш знакомый Сигизмунд Сидорович, и случайно попавшийся добрый гиппшник, и цыганка на базаре, и начальник в любых его проявлениях. Однако слишком большая расплывчатость заставляет заподозрить подвох. Поэтому несущественная конкретика тоже возможна. Разовьем предыдущую мысль. Один человек из вашего окружения, во внешности или одежде которого есть что-то зеленое, вдруг повернется к вам такой стороной, которую вы в нем до сих пор не подозревали. Вам понадобится несколько недель для того, чтобы точнее сориентироваться в ситуации, которая образуется, чтобы справиться с последствиями. Однако если вы в должной мире воспользуетесь помощью более статусного человека, который придет не утром с севера, благоприятные результаты не заставит себя ждать. Опасайтесь лишь чего-то, что так или иначе связано с тепличными овощами или с яркими галстуками. Достоверность делается неясностью в важном и конкретикой в мелочах. Гороскоп – это своего рода застывший ритуал. Этакое формализованное гадание. Эрзац. Шерпотреб. Дескать, можно обойтись и без специалиста. Знаешь свой знак? Читай гороскоп. Не знаешь? Пройди быстренько тесты. Все равно. Читай гороскоп. Ты козерог, церебратоник, бальзак по соционике или пацан по жизни? Читай свою судьбу согласно гороскопу. А кто ты по году рождения, социальному номеру, имени, Леангарду, Кеттелу, Майерсбриккс и древесному зодиаку? Хочешь знать? Пожалуйста. Пока к вашей радости, окружающие склонны искать правду жизни в тестах, классификациях, типологиях и гороскопах, полезно научиться составлять такие вещи. Для, так сказать, внешнего пользования. Схема составления гороскопа используется, как обычно, пять шагов единой структуры воздействия шаблон неопределенности псевдологика слова заклинания. Порядок таков. Последовательность из достоверных данных. Неопределенное описание данности. Выводы. Пожелания. Обещания. Для начала вы каким-то образом делите людей по очевидным признакам на категории. Это и будет достоверная часть. Первая группа крови с положительным резусом, вторая с отрицательным. Важно, чтобы человек нашел там себя. Синяя майка, цвет волос, цвет глаз, длина ноги, что-то в этом роде. Плюс добавьте сюда описание окружающей обстановки. По вторникам, в дождь, на работе или со здоровьем. Отлично, начало положено. Теперь, неопределенное описание некой данности. У Рыб ожидается незначительное улучшение в области того, что раньше выглядело стабильно. Настроение самототоников может слегка меняться, что окажет негативное влияние на желаемый результат, если вовремя не позаботиться о последствиях. Ага, а теперь, выводы. Женщин с крашенными волосами на этой неделе повышенной энергетической чувствительности ожидает некоторое прихварывание. Ну и чудненько, а теперь, пожелания. Это не те, что говорят имениннику друзья. Вы здесь предостерегаете и сообщаете, что делать, чтобы предотвратить информацию выводов, если она не по душе читателю, или слушателю, гороскопа. Женщин с крашенными волосами на этой неделе повышенной энергетической чувствительности ожидает некоторое прихварывание, что может быть успешно снято употреблением бальзама Беттнир. Намекнули, и оставьте. Не надо уточнять. Мол, а вы поняли, что мы хотим, чтоб вы пили бальзам Беттнир? А вы, читатель, точно это поняли? Сказали про бальзам и уехали в обещание. И уже к среде все нормализуются и все будет особенно хорошо в жизни тех женщин с крашенными волосами, которые часто ходят в юбках с разрезом. Если тельцовые стрельцы обратят на это внимание, их ждет необычный подарок жизни, который окажет благоприятное влияние на ближайшие планы. Не выезжайте сегодня из дома, оставайтесь с любимыми. Когда вы читаете гороскопы, если читаете, вы же понимаете, что их писали примерно так. Впрочем, читать гороскопы все равно полезно. Если правильно это делать, полезно читать гороскопы с одной целью. Прочитать все, а выбрать тот, который больше нравится. Вот, на этой неделе я дева, а на следующий, у кого там добра прибавится. На следующий я, козерог. Чистых кровей. Черная луна в квадрате козерога в доме Плацидуса означает. Вы ведь понимаете, что происходит, пока человек все это слушает. А вы уже неторопливо объясняете, что все это означает. С домами Плацидуса не поспоришь. В отличие от все этого, в медицинских справочниках как раз описываются конкретные симптомы. Описывается то, что касается тела, ощущений. Чтобы понять, о чем идет речь, когда человек читает о телесных ощущениях, ему надо обратиться к собственному опыту и что-то там найти. В этом смысле медицинские справочники, это внушающие тексты, и читать их без нужды вредно. Потому как себе можно много напредставлять. Представлять лишнего. Особенно это касается всего, что связано с психическими состояниями. Кто не найдет у себя признаков невроза или истерии, существует целое, как же это сказать, то отрасль. Существует такая отрасль нумерология. Вы же помните, что математика, это мистическое учение. Это секта, это культ, приверженцы которого одно время преследовались, потом управляли государствами, потом опять преследовались, потом опять стали управлять уже много чем. В этом смысле те, кто почитает математику, служат богопротивному делу. С точки зрения конкурирующих культов, церквей. Веселая нумерология предсказала одной шесть обули в годы перестройки и всяких дефицитов в скорый конец. Та, беспокоясь больше о дефицитах, чем о конце, купила себе гроб. Дескать, вот-вот помру, а гробов не будет, мало ли что и как у родственников получится. Идут годы. Гроб по-прежнему в кладовке стоит. Она его тряпочкой протирает, чем-то опрыскивает. Недавно попросила племянников залакировать. Но в любом случае, спокойно спит бабуля, гроб есть. А ведь в этом есть какой-то забавный способ продлевать жизнь. Есть у тебя гроб, значит будешь жить по закону подлости, долго и счастливо. Когда автор, посмеиваясь, рассказала эту историю своим бабушке и дедушке, которым скоро 90, они смущаясь признались, что тоже запаслись. Гороскоп опирается на быструю и очевидную информацию. Год рождения, цвет глаз, группа крови, дата зачатия. А тесты отличаются от гороскопа лишь наличием предварительного опросника. Для усиления достоверности, наверное. Вот ты ответил на кучу вопросов, обработал их специальным ключом, подсчитал очки. Так не может же быть полной туфтой то, что так долго под себя подгонял и высчитывал. Верно ведь? Поэтому гороскопы по типу тестов пользуются большой популярностью. Вы просыпаетесь по утрам? Два очка. Вы завтракаете иногда? Два очка. Вы спите? Три очка. Вы испытываете затруднения? Если не дышите? Четыре очка. Теперь подсчитаете? Ноль очков. Вы вампир. Больше нуля. Живой человек. И это неопровержимо свидетельствует. Так кто вы? Гороскоп на каждый день. По сравнению с предыдущими месяцами, в третьем квартале дева ждет гораздо более благополучное время. Все основные конфликты уже миновали и противоречия не будут настолько острыми, как прошедшей весной. Вы станете намного активнее и изобретательнее. Развитие личных дел выйдет на первое место и будет определять ваши жизненные приоритеты. Июля кажется наиболее насыщенным событиями месяцем. Он начнется с уникального соединения Юпитера и Марса в одиннадцатом доме Дев, доме, который отвечает за исполнение желаний, за мечты и планы, а также за общение с друзьями и единомышленниками. Это соединение продлится с один по пять число и вызовет к жизни удивительные события. Всю первую декаду, с один по 12 июля, фортуна будет оберегать рожденных в конце августа, в середине сентября от любого рода неприятности и дарить неожиданные счастливые возможности в различных сферах. В первую очередь влияние проведения ощутят те представители вашего знака, которые испытывают особый интерес к древним тайным учениям или интересуются исчезнувшими культурами, астрологией и экстрасенсорикой. Их ждут озарения, открытия и счастливые перемены. Для тех, кто занят бизнесом или коммерцией, вероятно неожиданное увеличение доходов, а также везение в самых невероятных деловых проектах. Остальным предоставляется шанс в нужный момент получить весьма своевременную необходимую помощь, покровительство или обретение новых друзей. Многие представители вашего знака в этот период захотят расширить свой кругозор и начнут активно интересоваться вещами, о которых раньше никогда не задумывались. Дева. Твой гороскоп на каждый день. Андромеда R. 2002. С. 2. Тема любви и секса в третьем квартале 2002 года представляется достаточно значимой и важной. Прохождение Венеры, планеты любви и романтизма, по 12-му символическом Дому Дев, Дому Тайн, которое началось еще в июне, наверняка вызвало появление новой романтической страсти или привязанности, которую по тем или иным причинам вы захотите скрыть от глаз окружающих. Позитивное взаимодействие Венеры с Меркурием и Сатурном 1 и 2 июля обещает, что эта связь благоприятно повлияет на ваше служебное положение или профессиональный рост. С 5 по 9 число, напряженное противостояние Венеры и Урана грозит вызвать сложности в отношениях с любимым человеком. Возможно, ваша вторая половина поведет себя несколько эгоистично. Несмотря на это постарайтесь быть внимательными к своей любимой ому. К счастью, события, происходящие при данной планетной конфигурации, бывают довольно кратковременными и быстротечными. Однако поэтому на дни, когда Венера находится в напряженном аспекте с Ураном, не рекомендуется намечать бракосочетание. Процедуры развода в этот промежуток времени могут оказаться также мучительными. 10 числа Венера покинет 12-й дом и необходимость скрывать свои чувства от посторонних глаз отпадет. Прохождение планеты любви по первому дому символического гороскопа, отвечающему за личность человека, с 10 июля по 7 августа окажется весьма благоприятным фактором. Венера наградит дев обаянием, приветливостью, шармом. Наступят прекрасные дни, когда можно проявить все хорошее и красивое, выгодно подчеркнуть свои лучшие стороны. Там же, с 10. Исследование экстраверсии, интроверсии и нейротизма, опросник Айзинка. Вводное замечание. Автор двухфакторной модели личности Г. Айзинг в качестве показателей основных свойств личности использовал экстраверсию, интроверсию и нейротизм. В общем смысле экстраверсия, это направленность личности на ее внешний мир, интроверсия, направленность личности на ее внутренний мир, а нейротизм, понятие, синонимичная тревожности, проявляется как эмоциональная неустойчивость, напряженность, эмоциональная возбудимость, депрессивность. 1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы встряхнуться, испытать возбуждение? 2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые вас понимают, могут ободрить или утешить? 3. Вы человек беспечный? 4. Не находите ли вы, что вам очень трудно отвечать «нет»? 5. Задумываетесь ли вы перед тем, как что-либо предпринять? 6. Если вы обещаете что-то сделать, всегда ли вы сдерживаете свои обещания, независимо от того, удобно это вам или нет? 7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 9. Часто ли вы чувствуете себя несчастным человеком без достаточных на то причин? 10. Сделали бы вы почти все что угодно на спор? 11. Возникает ли у вас чувство робости и ощущение стыда, когда вы хотите завести разговор с симпатичной нам незнакомкойцем? 12. Выходите ли вы иногда из себя? Злитесь ли? 13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 14. Часто ли беспокойтесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, чего не следовало бы делать или говорить? 15. Предпочитаете ли вы обычно книги встречам с людьми? 16. Легко ли вас обидеть? 17. Любите ли вы часто бывать в компании? 18. Бывают ли у вас иногда мысли, которые вы хотели бы скрыть от других? 19. 20. Верно ли, что вы иногда полны энергии так, что все горит в руках, а иногда совсем вялы? 20. Предпочитаете ли вы иметь поменьше друзей, но зато особенно близких вам? 21. Часто ли вы мечтаете? 22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в компании? 26. Считаете ли вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, вы испытываете чувство, что могли бы сделать его лучше? 29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей? 30. Вы иногда сплетничаете? 31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову? 32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то вы предпочитаете прочитать об этом в книге, нежели спросить? 33. Бывают ли у вас сердцебиения? 34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас постоянного внимания? 35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались проверки? 37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над другом? 38. Раздражительны ли вы? 39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 40. Волнуетесь ли вы по поводу каких-то неприятных событий, которые могли бы произойти? 41. Вы ходите медленно и неторопливо? 42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу? 43. Часто ли вам снятся кошмары? 44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упустите случая побеседовать с незнакомым человеком? 45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 46. Вы чувствовали бы себя очень несчастным, если бы длительное время были лишены широкого общения с людьми? 47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые вам явно не нравятся? 49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверенный в себе человек? 50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки в работе или на ваши личные промахи? 51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 54. Бывает ли, то вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 56. Любите ли вы подшучивать над другими? 57. Страдаете ли вы от бессонницы? Ключ. Экстраверсия. Вопросы. 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22. 25, 27, 39, 44, 46, 49, 56. Ответы да и 5. 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. Ответы нет. Не эротизм. Вопросы. 2, 4, 7, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. Ответы да. Ложь. Вопросы. 6, 24, 36. Ответы да и 12, 18, 30, 42, 48. Ответы нет. Количество баллов, совпавших с ключом по шкале экстраверсия. Меньше 5. Глубокий интроверт. 5, 9. Интроверт. 12. Среднее значение. 15, 19, экстраверт, больше 19, яркий экстраверт. Так, экстраверт по сравнению с интровертом труднее вырабатывает условные рефлексы, обладает большей терпимостью к боли, но меньшей терпимостью к сенсорной депривации, вследствие чего не переносит монотонности, чаще отвлекается во время работы и т.п. Типичными поведенческими проявлениями экстраверта являются общительность, импульсивность, недостаточный самоконтроль, хорошая приспособляемость к среде, открытость в чувствах. Он отзывчив, жизнерадостен, уверен в себе, стремится к лидерству, имеет много друзей, не сдержан, стремится к развлечениям, любит рисковать, остроумен, не всегда обязателен. У интроверта преобладают следующие особенности поведения. Он часто погружен в себя, испытывает трудности, устанавливая контакты с людьми и адаптируясь к реальности. В большинстве случаев интроверт спокоен, уравновешен, миролюбив, его действия продуманны и рациональны. Круг друзей у него невелик. Интроверт высоко ценит этические нормы, любит планировать будущее, задумывается над тем, что и как будет делать, не поддается моментальным побуждениям, пессимистичен. Интроверт не любит волнений, придерживается заведенного жизненного порядка. Он строго контролирует свои чувства и редко ведет себя агрессивно, обязателен. На одном полюсе нейротизма, высокие оценки, находятся так называемые невротики, которые отличаются нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоциональной неустойчивостью, также лоббильностью вегетативной нервной системы. Поэтому они легко возбудимы, для них характерна изменчивость настроения, чувствительность, а также тревожность, мнительность, медлительность, нерешительность. Другой полюс нейротизма, низкие оценки, это эмоционально стабильные лица, характеризующиеся спокойствием, уравновешенностью, уверенностью, решительностью. Заключение. Книга подходит к концу и пора подводить итоги. Итак, мы писали о магии. Точнее, о магии, бытовом повседневном использовании внушений, простых бытовых фокусов и банального очковтирательства. Мы старались не морализаторствовать и не подсказывать вам, читатель, как правильно или как не надо делать. Вы, как нам представляется, разберетесь и сами. Нам хотелось лишь показать, что работает на самом деле, когда магические действия удаются. Работают, как вы могли убедиться. Единая структура воздействия. Трансовые состояния. Ритуалы. Приемы внушения. Убедительная мифология владеющая этими вещами может с уверенностью считать себя магом. В наше время, давайте вспомним и обобщим. Единая структура воздействия. Пять шагов единой структуры обеспечивают удачное воздействие. 1. Фиксация внимания. 2. Отвлечение. Депотенциализация. Контроля. 3. Команда. Интервенция. Собственно воздействие. 4. Уклонение. Латентный период. 5. Синхронизация. Возврат к началу и завершение. Причем важны даже не сами шаги, а три одновременных процесса. Удержание. Обеспечение. Воздействие. Транс. Навык работы с трансовыми состояниями интересен с двух сторон. Транс – одно из самых удачных средств депотенциализировать сознание. Собственный транс-мага обостряет его чувствительность к происходящему. Ритуал. Ритуал обеспечивает создание и поддержание нужного состояния без прямых указаний. Не войди в транс или сосредоточься здесь. Просто выполняй ритуал, и все будет хорошо. Ритуал по своему ходу обеспечивает необходимую последовательность состояний. Кроме того, хороший ритуал строится по принципу параллельных процессов. Тогда сознательный процесс удерживает рациональное начало человека от вмешательства в бессознательные изменения. И одновременно служит внешним показателем того, как далеко эти изменения зашли. Мифы. Мы говорили о возможности создания мифологии, используя шаблоны неопределенности, псевдологики, сущности имен и слов заклинаний. Мы составляли гороскопы и обращали внимание, как можно гадать другому человеку так, чтобы он поверил. Мы обращали внимание, как можно внести в гадание определенную долю если не истины, то по крайней мере правдоподобие, помогая клиенту получать ответы от своего же бессознательного. Таким образом, у нас есть необходимые инструменты для того, чтобы соорудить сопутствующую мистику и подкрепить ее чудесами. Что, собственно, и является сутью всяких магических течений. У вас есть своя мистика. И главное, свои чудеса. Почувствуйте божественный огонь и ощутите, как он притягивает руки верующих и отталкивает руки инакомыслящих. Контексты. Вы придумаете способы вопрошать к духам или к космосу, или еще кому, и толковать его ответы. Это может быть что-то наукообразное, бизнес-ориентированное, ориентированное на исцеление. Придумайте свою нишу потенциальных клиентов и соорудите для них всю магическую красоту. Но начните с самого главного. Поймите, зачем вы хотите создать такое действие? Что вы хотите от людей? Чтоб они выздоравливали, деньги платили, шли дальше и лечили кого-то? Или просто образуете общество счастливых людей? Или проще, чтобы пьяные по дворам не шатались после всяких мероприятий? И когда поймете, действуйте. Только помните о чувстве юмора. Это всегда помогает. Сами соорудите заповеди, правила, ритуалы и творите чудеса. Или объясняйте, почему не получилось. Будь у вас вера хотя бы на горчичное зерно, и тогда гора подошла бы к вам. А если гора не идет к Магомету, гора идет нафиг. Сочините притчи. Добавьте мудрости во взгляд. Сделайте что-то важное, это добавит вам уверенности. С другой стороны, не тратьте время на понимание того, что вы делаете на самом деле. Помните, что люди верят в предрассудки, приметы и фокусы, и бытовой маг этим может с удовольствием пользоваться. Только все равно это фокусы, предрассудки и приметы. На вас снизошло прозрение. Весь мир, который вас окружает, пронизан энтропией. Вы все пронизаны энтропией. Она бывает светлая и темная. Если человек в течение всей своей жизни осветляет энтропию прежде всего внутри себя и в окружающем мире, который является частью него, то он живет дольше. Человек умирает только тогда, когда его энтропия темная. Она переполняет сосуд, в который она помещается. Исходя из этого, вы предлагаете всем постоянно заниматься осветлением своей энтропии. Для этого каждый из вас вечером перед сном полчаса будет переливать воду из одного специального сосуда в другой. Необходимо сосредоточиться на строе воды и произносить тьма и света. Свет из тьмы. Будем просветляться мы. Необходимо использовать строго определенные сосуды, которые вы можете у нас приобрести. Специалисты физики долго работали над формой сосуда, который в наибольшей степени концентрирует энтропию. Смысл процедуры в том, что вода собирает энтропию из окружающего мира. Вы можете легко проверить. Увеличение энтропии – это всегда тепло. Температура воды повышается, после того, как вы полчаса ее переливаете. Ну и так дальше. Экспериментируйте, читайте, ищите свои особенные приемы и мифы. Словом, развлекайтесь. А если от этого еще и польза будет, значит эта книга написана не зря. Послесловие. Каждый человек способен. Разоблачение магии, или настольная книга Шарлатана, часть большого и многолетнего исследовательского проекта. Собственно, в этой конкретной книге большая часть материала нами скорее пересказана, а не открыто. Пересказана, чтобы расширить круг посвященных, с одной стороны, и чтобы проиллюстрировать единую структуру воздействия, с другой. Сама же единая структура – технология куда более многогранная и за последние годы обросшая прикладными методами и техниками индивидуального и массового воздействия. Подробнее вы, читатель, можете узнать об этом на сайтах www.mtl.ru, http www.mtl.ru, www.gigen.org, http www.gigen.org или в готовящейся к печати книге «Единая структура воздействия» – фокус хаоса. Но даже сама единая структура, при всей своей глубине и многообразии, все же лишь часть. В целое входят многие достижения исследовательских программ. Здесь и уникальные тренинговые технологии делового стандарта www.pro.de.ru, http www.pro.de.ru, разрабатываемые под руководством ИНИ, Козлова, и методология системного конфайнментар, моделирование, ТЭФГАГЕН, СЭС, Бородина при живом участия ААА, КЕЛИНА, и прикладные приемы использования ЕСФ, известные под именем достигаторства. Здесь, наконец, и то, что еще только обретает свои очертания в череде экспериментов и обещает, в случае удачного завершения, техники прямого воздействия на случайность. Мы называем этот проект Core for Minum. И все это, как и многое другое, не столь монументальное, но безусловно интересное, есть синтез-технология. Название дал ИНИ Козлов в 2002 году. Сам же подход успешно развивается более 20 лет. Он базируется на реалистической психологии и является прикладной областью ее применения. Помимо самого ИНИ Козлова, по многу или по малу вкладывались в развитии синтез-технологий десятки коллег, ученые и практики, а также сотни людей, принимавших участие в экспериментальных программах или обучавшихся на семинарах и тренинговых курсах. Назовем здесь Александра Любимова, Владимира Раковского, Игоря Незавибатько, Ирину Доценко, Виталия Пичугина, Артема Киреличева, Галину Новикову, Алексея Келлина, Елену Семульман, Павла Колесова, Валерия Дудкина, Бориса Кириленко. Разумеется, причисляют себя к синтез-технологам и авторам этой книги. Реалистическая психология в отличие от философско-идеалистических воззрений многих школ опирается на изучение фактического поведения людей и их возможностей. Мы полагаем, что каждый человек способен. Способен к подвигу и к панике, к труду и к тунеядству, к серости и к творчеству. Способен к обаянию и остроумию, к тупости и агрессивной прямолинейности, к гениальным озарениям и к серому пьянству, к пошлой мелочности и великолепным аристократическим жестам. Человек способен. Способен, но не обязательно склонен. Способности не обязаны развиться. И, что особенно важно, человек не имеет или практически не имеет чего-то социально значимого от рождения. Проявленных так просто способностей у людей мало. Все остальное – вопрос случайного или сознательного развития. Каждый человек способен. Но не каждый – будет. Все зависит от того, что он, окружающие и сама жизнь станут развивать. И с какой скоростью. Синтез технология – и есть комплексный подход к целенаправленному и быстрому развитию способностей, возможностей, силы навыков человека. А также и того, что связано с людьми и отношениями. Речь идет о развитии организаций, социальных групп и обществ. Подробные книги о синтез технологии еще будут. Пока же появляются книги о частных случаях, больших и малых частях целого. И это здорово само по себе. Присоединяйтесь. Пишите нам о своих разработках и достижениях. Впишите свое имя. Поделитесь своими взглядами и догадками. Пусть будет все больше того, к чему человек способен не только теоретически, но и практически. Т. В. Гагин. Мэйл Гайгинор. Мэйл Тоу-20. Мэйл Гайгинор. Дж. С. С. Бородина. Берадинор Кру. Мэйл Тоу-20. Берадинор Кру. Приложение. Немного истории. Москва. Алития. 2000. Слово «маг» пришло в древнегреческие и другие европейские языки из древнеиранского языка зара-астрийцев, на котором создана священная книга древних персов Овеста. В древнем Иране магами называли своих имидийских жрецов. Греки эпохи Афинского полиса стали именовать этим словом самих зара-астрийцев, а в позднеантичной культуре слово «маг» потеряло свой этноконфессиональный оттенок и стало обозначать любого жреца, астролога и колдуна негреческого происхождения. В частности, в Евангелии от Матфея о рождении Христа узнают по звездам именно маги, в русском переводе «волхвы». Через греческий и латынь слово «маг» попадает во французские и немецкие языки, а уже из немецкого – в русский. Можно, однако, предположить, что при всех исторических странствиях этого слова оно давно могло быть известно в России, и вовсе не благодаря заимствованиям. Дело в том, что в индоевропейских языках есть корень «маг» – высокий, большой, откуда в русском могущество, мощь, помощь, я могу, т, е, я в силе, я способен на что-то. В английском «майт», «мэй», в немецком «мэшт», «молден» – те же значения. Древнеиранское слово «могу», «жрец» может происходить от того же общего корня, и если это так, то известна этимология слова «маг». Это человек, имеющий силу для какого-либо действия, тот, кто в состоянии что-то предпринять. Если теперь вспомнить древнерусское слово «мощи», «тело», «останки», то получается, что сила деятеля исходит от его тела. Так, вероятно, может обстоять дело с индоевропейским «маг», если только оно не медийского происхождения, что существенно затруднило бы анализ. В ранней шумерской древности работа мага не была очень специализирована. Магов не выделяли из других категорий жречества, да и вообще. Жречество в этот период сильно зависело от общины, в которой все жрецы имели земельные участки и старейшинам которой редко противоречил даже правитель города, не то что чиновник-жрец. Поэтому одно и то же должностное лицо храма могло выступать и функцией экзорциста, и функцией гадателя, и быть лекарем своих соплеменников. Жрецы шумерского времени были в основном неграмотны, знание обрядов и заговоров передавалось ученикам в устной форме. Совсем иначе обстояло дело во времена Вавилона и, в особенности, в Ассирии имперского периода. Учеба мага в Ассирийский период была суровой. Человек, желающий посвятить жизнь этому почтенному и серьезному искусству, должен был пройти четыре ступени обучения. Первая ступень называлась Шамалу, ученик. На этом этапе молодой человек заучивал важнейшие заговорные формулы, узнавал ситуацию их произнесения и допускался помогать при жертвоприношениях. Если эта начальная ступень преодолевалась благополучно, ученик становился Машмашшу Цихру, младшим магом, и изучал в астрономию, астрологию, ритуалы, различные виды гаданий, а также приему лекарского искусства, однако к проведению обрядов его еще не допускали. Став после этого полноценным магом, Машмашшу, человек самостоятельно проводил все храмовые службы и жертвоприношения, предсказывал судьбу по знакам небес и земли, исцелял, изгонял демонов, записывал свои наблюдения на табличке, составлял новые по форме заговоры, но не имел права допуска во дворец. Наконец, будучи избран Машмаш сбиты, магом храма, он получал право писать доклады и составлять предзнаменования царю, мыслил в масштабе всей страны, а то и мира, и обучал начинающих магов в своем храме. Ассирийский учебник магов, бесценное свидетельство, позволяющее историку точно определить объем знаний, связанный со сферой магического в древней Месопотамии. Мы видим, что сфера деятельности ассирийского мага может быть разделена на следующие аспекты. А. Религиозная деятельность, грамотное проведение ритуалов. Б. Изгнание демонов, или психотерапия. С. Практическая медицина, лечение соматических заболеваний лекарственными средствами. Д. Элементы физиологии и психологии, физиогномика, наблюдение за поведением и речью. И. Астрологические предзнаменования и гадания. Ф. Грамотность и филология, знание шумерского языка, комментариев к ритуалам, синонимических списков. Г. Элементы логики и юриспруденции, способность к спору, ведущему к установлению соглашений. Судя по этому объему, можно сделать вывод, что должность ассирийского мага эквивалентна должности профессора Европейского университета, да и не всякого профессора, а имеющего энциклопедические познания и многочисленные таланты. Последние строки текста указывают качество, наиболее желательное для мага, гармоничное совершенство тела и разума, которому впоследствии будут придавать большое значение учителя античных школ. Есть в нашем тексте и еще одно важное качество – средства обучения магов исключительно рациональны. Здесь нет и намека на какие-либо контакты с богами или духами, на участие в мистериях, на оккультное посвящение. Напротив, только заучивание, повторение, умение читать, писать, дискутировать на тему, интерпретировать текст, лечить больного естественными средствами или заговорами обеспечивает ученику карьерный рост. Шарльф Ассе. Ассирийская магия. Систематическое исследование магических текстов. Спетербург, Евразия, 2001. Бипирамида, аннигилятор геопатогенных зон. Устройство. Бипирамида, аннигилятор геопатогенных зон и вредных полевых влияний представляет собой каркасную конструкцию, состоящую из двух соединенных вершинами правильных пирамид с треугольным основанием. Бипирамида снабжена антенной, проходящей через общую вершину пирамиды излучателями в форме усеченных конусов, которые размещены в зоне соединения пирамид. Бипирамида имеет выделенное цветом ребро для ориентации в положении север-юг. Излучатель формируется из мелкодисперсных металлических, керамических и органических порошков, прошедших специальную обработку высокочастотными излучениями и соединенных в полости излучателей связующим материалом. Трехгранная и каркасная конструкция позволяет упростить и значительно уменьшить вес прибора, причем все известные свойства четырехгранной пирамидальной формы сохраняются. Наличие антенной излучателей позволяет значительно увеличить эффективность и зону действия бипирамиды. Действие бипирамиды. Бипирамида является многофункциональным устройством с огромным диапазоном действия, осуществляющим функции приема-передачи излучения и аккумуляции космической энергии. Бипирамида обеспечивает вокруг себя защиту живых организмов от отрицательного действия геопатогенных зон и вредных излучений естественного и искусственного происхождения, гармонизирует внутреннее пространство помещений. Механизм защиты основан на нейтрализации проникающих от земной поверхности вредных излучений в широком спектре длин волны излучений других источников техно- и биопатогена. Нейтрализация патогенных излучений, формируемая бипирамидой, располагается в горизонтальной плоскости, совпадающей с проекцией горизонтального плеча антенны. Площадь экрана, охвата, зависит от геометрических размеров билирамиды. Наличие бипирамиды в помещении обеспечивает значительное улучшение самочувствия людей и сводит к минимуму последствия воздействия электромагнитных излучений, и как следствие, происходит стабилизация нервной системы, улучшение сна, резко снижая вероятность различных заболеваний. Кроме того, наблюдается эффект ионизации воздуха. Гармонизирующие действия бипирамиды, настраивающие на оптимальное функционирование мировых клеточных структур живых, биологических, объектов обеспечивается совпадением части спектра частот, излучаемых ими и бипирамидой. Срок действия неограничен и зависит только от физического износа конструкции под воздействием окружающей среды и механических повреждений. Рекомендации по применению. Бипирамида устанавливается вертикально в нижней точке, на полу, на нижнем этаже, в подвале, помещении и ориентируется по компасу выделенным ребром строго на север. В данном состоянии бипирамида является включенной. Бипирамиду рекомендуется устанавливать в зоне геометрического центра помещений с учетом наибольшей концентрации излучений в радиусе охвата. Действие бипирамиды прекращается, она выключается, при смещении выделенного ребра от положения на север или размещении ее в горизонтальном положении. Срок функционирования неограничен и зависит только от физического износа конструкции под действием окружающей среды и механических повреждений. Противопоказания по применению бипирамиды отсутствуют. Побочных эффектов не зарегистрировано. В процессе изучения полезных свойств бипирамиды выявлено, что под ее воздействием структурируется вода, если емкость с водой поместить над пирамидой, ориентированной на юг. Семена, обработанные в поле пирамиды, имеют улучшенную всхожесть. Растения, выращенные из таких семян, быстрее растут и лучше развиваются. Наблюдается положительное воздействие пирамиды на организмы животных, растений, рыб. HTTP WWW Adrete Corp Pro Production Pro Pyramid HTM HTTP WWW Adrete Corp Pro Production Pro Pyramid HTM Бипирамида Галина Устройство Бипирамида Галина, аннигилятор геопатогенных зон и вредных полевых влияний представляет собой каркасную конструкцию, состоящую из двух соединенных вершинами правильных пирамид с треугольным основанием, в прилагаемом паспорте на энергоинформационную матрицу приведена фотография Бипирамида Галина. Бипирамида снабжена антеннами, проходящими через общую вершину пирамиды излучателями в форме усеченных конусов, которые размещены соосно и симметрично узлу соединения пирамид. Бипирамида Галина имеет выделенное цветом ребро для ориентации в положение север-юг. Излучатель формируется из мелкодисперсных металлических, керамических и органических порошков, прошедших специальную сферодинамическую и высокочастотную обработку, соединенных в полости излучателей связующим материалом. Трехгранная и каркасная конструкция позволяет упростить и значительно уменьшить вес прибора, причем все известные свойства четырехгранной пирамидальной формы сохраняются. Наличие антенны излучателей позволяет значительно увеличить эффективность и зону действия Бипирамида Галина. Действие Бипирамида Галина Бипирамида Галина является многофункциональным многополярным устройством с огромным диапазоном действия, осуществляющим функции приема-передачи излучений и аккумуляции космической энергии и энергии Земли. Бипирамида Галина обеспечивает вокруг себя защиту живых организмов от отрицательного воздействия геопатогенных зон и вредных излучений естественного и искусственного происхождения, гармонизирует внутреннее пространство помещений. Механизм защиты основан на нейтрализации проникающих от земной поверхности вредных излучений в широком спектре длин волны излучений других источников техно- и биопатогена. Нейтрализация патогенных излучений, формируемая Бипирамида Галина, располагается в горизонтальной плоскости, совпадающей с проекцией горизонтального плеча антенны. Наличие Бипирамида Галина в экосистеме обеспечивает значительное улучшение самочувствия людей и сводит к минимуму последствия воздействия электромагнитных излучений, и как следствие, вызывает стабилизацию нервной системы, улучшение сна, резко снижает вероятность различных заболеваний. Кроме того, наблюдается эффект ионизации воздуха. Гармонизирующие действия Бипирамида Галина, настраивающие на оптимальное функционирование здоровых клеточных структур живых, биологических, объектов, обеспечивается совпадением части спектра частот, излучаемых ими Бипирамидой Галина. Срок действия неограничен и зависит только от физического износа конструкции под воздействием окружающей среды и механических повреждений. Рекомендации по применению. Бипирамида Галина устанавливается вертикально в нижней точке экосистемы помещения и ориентируется по компасу выделенным ребром строго на север. В данном положении Бипирамида Галина является включенной как аннигилятор геопатогенных зон. Бипирамиду Галина рекомендуется устанавливать в зоне геометрического центра помещений с учетом наибольшей концентрации излучений в радиусе охвата. Действие Бипирамида Галина прекращается, она выключается при смещении выделенного ребра от положения на север или переводе ее в горизонтальное положение. В положении Бипирамида Галина выделенным ребром на юг имеет место гармонизирующее действие, проявляющееся в нейтрализации излучения и, как следствие, в стабилизации нервной системы, улучшении сна и т.п. Наблюдается эффект ионизации воздуха. Срок функционирования неограничен и зависит только от физического износа конструкции под действием окружающей среды и механических повреждений. Противопоказания по применению Бипирамида Галина отсутствуют. Побочных эффектов не зарегистрировано. В процессе изучения полезных свойств Бипирамида Галина выявлено, что под ее воздействием структурируется вода, если емкость с водой поместить над пирамидой, ориентированной выделенным ребром на юг на срок не менее 4 часов. Семена, обработанные в поле пирамиды, имеют улучшенную всхожесть. Растения, выращенные из таких семян, быстрее растут и лучше развиваются. Наблюдается положительное воздействие пирамиды на организмы животных, растений, рыб. Тип дополнительного излучателя. Характеристики Бипирамида Галина радиус действия М. Площадь охвата КВМ 1, 78, 19103, 2, 50, 7850, 2, 60, 11304, 2, 70, 15382, 120, 45216. Комплектность. Бипирамида Галина. Компас. Упаковка. Брошюра аэроводолея. Приложение. Площадь экрана, охвата, бипирамида Галина зависит от формы дополнительных излучателей, направленных по часовой стрелке. 1. Стандартная комплектация. 2. Дополнительная комплектация по индивидуальному заказу. HTTP WWW Adrete Corp Pro Productional Pro Pyramid. HTTP WWW Adrete Corp Pro Productional Pro Pyramid. Деголина и HTM. Корректор щит. Назначение. Стабилизирует артериальное давление, уменьшает скачки артериального давления в стрессовых ситуациях, уменьшает утомляемость, повышает работоспособность, повышает защитные и иммунные свойства организма, уменьшает воздействие радиации и электромагнитных излучений транспортных средств, компьютеров, СВЧ, УВЧ, КВЧ приборов, снижает воздействие геопатогенных и космических излучений. Устройство. Изделие Corrector щит состоит из специальной информационной матрицы, напыленной на алюминиевой фольге и активированной специальным генератором, заключенной в корпус из пластмасса или драгоценных металлов. Защитное действие Corrector щит. Стабилизирует артериальное давление, уменьшает скачки артериального давления в стрессовых ситуациях, повышает работоспособность и уменьшает утомляемость, уменьшает вероятность нарушения сердечного ритма, повышает защитные и иммунные свойства организма. Снижает негативное воздействие на организм радиации и электромагнитного излучения, в том числе транспортных средств, метро, троллейбус, трамвай. Уменьшает вредное воздействие излучения монитора компьютера, сотовых телефонов, СВЧ, КВЧ. Снижает неблагоприятное воздействие земных геопатогенных зоны космических излучений. Нейтрализует неблагоприятные факторы, связанные с загрязнением окружающей среды. Повышает сенсорные способности пилотов летательных аппаратов, водителей всех наземных транспортных средств, машинистов метро и судоводителей как надводных, так и подводных плавсредств. Рекомендации по применению. 1. Корректор щит размещается на светлой нити или цепочке из светлого металла, например, серебряной, золотой и т.д. На уровне солнечного сплетения или 2-3 см выше него, при непосредственном контакте с поверхностью тела. Перед началом использования проводит инсталляция устройства. Для этого корректор щит необходимо взять в руку, левую или правую, и подержать в течение 20-30 минут в один и краткий день, можно с перерывами, во второй день не менее 1 часа и т.д. В течение 5-6 дней постепенно увеличивая продолжительность контакта с корректором до 3-4 часов, после чего можно переходить к постоянному ношению корректора щит. 2. Продолжительность применения корректора щит с учетом имеющихся хронических заболеваний следующие. При гипотонии применение биостимулятора рекомендуется в течение дня, с утра и до 24 часов. При декомпенсированных пороках сердца, тахикардии, аритмии, стенокардии, ишемической болезни сердца, при нормальном давлении, начальная продолжительность от 1 до 5 часов в день в зависимости от самочувствия с последующим увеличением продолжительности применения стимулятора на 30 минут в день, постепенно доводя до полного дня, одевая его после пробуждения и снимая перед сном. При гипертонии с учетом возраста до 50 лет, начальная продолжительность 3 часа в день с последующим увеличением на 30 минут ежедневно от 50 до 60 лет, начальная продолжительность 2 часа в день с последующим увеличением на 30 минут ежедневно. Свыше 60 лет, начальная продолжительность 0,5 часа в день с последующим увеличением на 15 минут ежедневно. 3. Процесс адаптации человека к коррекции происходит за один день, вкачение которого возможны, но не обязательны, колебания самочувствия, некоторый дискомфорт. При ощутимом дискомфорте в начальном этапе продолжительность контакта с корректором следует уменьшить. 4. Результат применения корректора щит начинает проявляться после 10-30 дней с начала его ношения. 5. Для обеспечения полноценного сна на ночь корректор щит необходимо снимать. Срок функционирования. Срок функционирования корректора щит составляет не менее 10 лет с момента его использования. Разрушение корректора щит возможно при попадании его под сильный электрический разряд, подобной молнии. Противопоказания. Применение корректора щит противопоказано при остром инфаркте миокарда, прободной язве, имплантированных органах, электростимуляторах сердца, психических заболеваниях, шизофрения, паранойя, болезнь дауна и т.д. Примечания. После инсульта или операции на сердце применять под наблюдением лечащего врача. Корректор щит является средством индивидуального пользования. Запрещается передавать другим лицам корректор щит, бывший в употреблении. Корректор щит можно использовать в сочетании с медикаментозным лечением, поскольку не установлено отрицательного воздействия медикаментов на эффективность биостимулятора. Побочные эффекты воздействия корректора не зарегистрированы. Корректор щит прошел апробацию в ряде медицинских учреждений. Испытания проводились в клинических и амбулаторно-клинических условиях, а также в период профилактического лечения. Среди испытуемых были больные неврологического профиля, лица, подверженные гипертоническим заболеваниям, а также лица, подвергшиеся воздействию электромагнитного излучения и стресса, военнослужащие из регионов локальных войн, ставшие инвалидами. Целевые корректоры. Разработано 15 видов целевых корректоров. 1. Щит А. Антистресс-адаптоген. Снимает стрессовое состояние. Рекомендуется при психических и физических нагрузках, гипотонии, синдроме хронической усталости, при реабилитации больных с хроническими заболеваниями и в послеоперационный период, для стимуляции умственной активности, при защите от неблагоприятных факторов окружающей среды. 2. Щит Б. Бодрость. Восстановление энергетических ресурсов организма. Рекомендуется ослабленным больным с хроническими болезнями, после травмы оперативного лечения, гипотоникам, лицам со стеническим синдромом, при синдроме хронической усталости, половой слабости и при повышенном уровне сахара в крови. 3. Щит В. Ветеран. Замедляет старение организма. Рекомендуется для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений мозговой деятельности, онкозаболеваний и гормональных расстройств. Лицам, имеющим хронические заболевания, оказывает антистрессовое воздействие. 4. Щит Г. Геракл. Для мужчин. Повышение половой активности, физической и умственной работоспособности. Рекомендуется при острых и хронических заболеваниях внутренних половых органов, сексуальных расстройствах, снижении потенции, при синдроме хронической усталости, профилактике онкологических заболеваний простаты, толстой кишки, легких. 5. Щит Д. Дыхание. Укрепляет и восстанавливает иммунитет. Рекомендуется при воспалительных, простудных и других заболеваниях органов дыхания, при бронхиальной астме. 6. Щит Ж. Желудочно-кишечный. Профилактика и лечение заболеваний желудка и кишечника. Профилактика онкологических заболеваний толстого кишечника. Рекомендуется при дисбактериозе и хронических заболеваниях кишечника, вне обострения при колитах, энтероколитах, интоксикации никотином, алкоголем, химиопрепаратами. 7. Щит. 3. Зоркость. Профилактика и лечение глазных заболеваний. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется для улучшения остроты зрения. Профилактика заболеваний роговицы, хрусталика и сетчатки глаз. 8. Щит. К. Кардиозащита. Рекомендуется для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Лицам, имеющим хронические заболевания, кардиозащитное воздействие. 9. Щит. Л. Леди. Нормализует менструальный цикл и предупреждает воспалительные и гормональные нарушения в молочной железе. Рекомендуется женщинам с гормональными нарушениями в молочной железе с мастопатией, в том числе фиброзно-кистозной, с болезненными нарушениями менструального цикла, при сопутствующих нарушениях мочеводелительной системы, для увеличения либидо, для профилактики онкологических заболеваний. 10. Щит. М. Миссис. Нормализует женский организм в период менопаузы. Рекомендуется при мастопатии, в Т. Ч. Фиброзно-кистозной, при посткострационном синдроме, для профилактики дисгормональных нарушений, онкологических заболеваний, для укрепления нервной системы, раздражительность, депрессия. Оказывает общеукрепляющее действие. 11. Щит. П. Противогрибковый. Обладает антисептическим, антипаразитарным и противогрибковым действием. Рекомендуется при паразитарных, протозейных и грибковых заболеваниях различной локализации, глубоких микозах, для коррекции микроэкологии организма. 12. Щит. С. Спокойствие. Успокаивающего и антистрессового действия. Рекомендуется при неврозах, вегетоневрозах, психоэмоциональной лоббильности, бессоннице, истерии, депрессии, гиперфункции щитовидной железы, базедовой болезни. 13. Щит. Т. Токсиколог. Усиливает детоксицирующую функцию печени и защищает клетки печени от воздействия токсических веществ. Рекомендуется при циррозе, жировой дистрофии, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваниях, тромбофлебите, васкулитархии, синдроме хронической усталости. 14. Щит. У. Урологический. Профилактика и лечение воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Рекомендуется при острых и хронических воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, цистиститы, уритриты, пиелонефриты, любого происхождения. Профилактика и лечение мочекаменной болезни. Оказывает общеукрепляющее действие и повышает защитные силы организма. 15. Щит. У. Опорно-двигательная система. Укрепляет и восстанавливает костно-суставную систему. Рекомендуется при воспалительных, обменных и травматических заболеваниях опорно-двигательных аппарата. Остеопорозах. Для восстановления зубов, волос, ногтей. HTTPW-EVADREATICORORU PRO PRO BIOCRECTOR HTM. HTTPW-EVADREATICORORU PRO PRO BIOCRECTOR HTM. Лечебное белье Динас для летней профилактики. Консультирует доктор медицинских наук. Профессор, академик лазерной академии РФ Вахтангишвили РШ. Все просто. Нормальная температура тела человека плюс 36-6 градуса. Температура воздуха в жаркий день плюс 30 градусов. Температура воды в море 24-26 градусов. Получается, что летом, обнажаясь, мы подвергаемся медленному охлаждению, а если отдых связан с купанием и загоранием, то мы подвергаемся резким температурным перепадам, от которых даже камни быстро разрушаются. Вот поэтому и проявляются многие болячки, в первую очередь в мочеполовых органах. Что предпринять, чтобы отдых не испортился в связи с заболеванием? Рецептов много, но я, как любой врач, рекомендую профилактику и хочу предложить очень простое, но очень эффективное медицинское средство. Это лечебно-профилактическое белье ДИНАС. Это специальные мужские и женские трусы, предназначенные для профилактики и лечения таких болезней, как цистит, уретрит, простатит, аденома предстательной железы, половая слабость, сельпингоофорит, кальпит, фибромиома и болезни пояснично-крестцовой области позвоночника. Так вот, чтобы предотвратить воспалительные заболевания летом, мы назначаем всем заботящимся о своем здоровье гражданам, одевание этих трусов на ночь, потому что во время сна в организме человека интенсивно идут восстановительные процессы. Специальные вставки, которые вшиты в трусы, обеспечивают рефлексотерапевтическое и термическое воздействие, способствующие обильному притоку и циркуляции крови в моче половых органах. За счет этого и достигается успешный профилактический и лечебный эффект. Днем вы можете смело купаться и загорать в модном купальнике, а ночью наденьте трусы диназ и будьте уверены, что утром проснетесь здоровыми и счастливыми. Я как врач гарантирую вам это. Если вы используете белье диназ, то эффект проявляется уже после нескольких дней носки. Значительно уменьшается частота мочеиспусканий, затихает зуд, боль в пазу и промежности, в мужчин наблюдается повышение потенции. Трусы диназ изготовлены из специальной ткани. Внутри трусов вшиты специальные вставки из шерсти горной тишинские овцы. Шерсть этого животного имеет целебные свойства и экологически чиста. Лечебные вставки расположены в проекциях рефлексогенных зон мочеполовой системы, промежности, мочевого пузыря, в подвздошных областях и пояснично-крестцовой области позвоночника. Советская Россия. 85-12-557-29 июня 2004 г. Уже после написания этой книги автор случайно обнаружил это белье дома. На вопрос дедушке, и как, помогает, а как же, оно же дорогое какое, должно помогать, и поможет, и хорошо. Можешь не сомневаться, партия коммунистов будет и дальше бороться за твои права и интересы. И не ради того, чтобы получить твой голос на очередных выборах. Мы идем этим путем, потому что считаем его единственно верным. Обращение экс-съезда КПРФ к молодежи России. 9-12 июля 2004 г. И жизнь продолжается. Молодые, красивые, талантливые вновь говорят да. Обществу добра и справедливости. Они хотят видеть Россию, идущие по этому пути. Многие из них уже связали свою судьбу с нашей партией и у тебя тоже есть выбор. Те, кто определяет правила игры в современной России, делают все, чтобы коммунисты и молодежь не смогли услышать друг друга. Но если ты молод, знай. На парламентской трибуне и в гуще протестующих мы и дальше будем отстаивать твои интересы. Мы будем делать это независимо от твоей личной позиции, от твоего отношения к нашей партии. Однако присмотрись внимательнее. У нас общие интересы. Мы одинаково дорожим российским образованием, наукой и культурой. Нам одинаково претит превращение России в предбанник золотого миллиарда. И если ты готов стать нашим товарищем, мы приглашаем тебя к сотрудничеству. Там же, поиск видений. Одна из древнейших индейских традиций получения знамений называется поиском видений. Она состоит в ритуальном уединении в глухом месте. В некоторых индейских племенах поиск видений является обязательным обрядом посвящения юношей в войны. Видения, которые приходят юношей во время этого поиска, определяют ту роль, которую он будет играть как полноправный член племени. Поиском видений можно заниматься не раз в течение всей жизни, желая получить ответы на главные вопросы или поддержку из царства духа. Для американских индейцев поиск видений является продолжением их религиозного опыта, пронизывающего все стороны их жизни, землю, по которой они ходили, воздух, которым они дышали. Они видели в жизни долгое мистическое приключение, где с ними беседовал дух посредством шороха трав и песен птиц. Они знали, что повсюду окружают знамения, и поиск видений давал им возможность остановиться и таким образом внять им. Поиск видений – это время фокусировки на личных вопросах и безмолвное ожидание ответов природы. Природа, очевидно, является самым богатым хранилищем знамений, но современные люди потеряли связь с Землей и способность прислушиваться к знакам природы. Поиск видений – прекрасный способ для современного человека восстановить эти утраченные способности и воссоединиться с Землей. Это акт силы, который может изменить всю вашу жизнь. Ожидание сновидения свыше без этого вы никто, говорил маг племени Силджин Хромой Олень. Если вы решили отправиться на поиск видений, вначале вам следует создать магическое колесо, крут, выложенное из камней под открытым небом, где вы можете сидеть во время поиска видений, где вас никто не потревожит и где вы сможете беспрепятственно наблюдать потоки природы. Магическое колесо – наружная проекция внутреннего представления индейцев о том, что время не является линейным, а имеет циклическую форму. Круг камней, формирующий магическое колесо, символизирует великие циклы природы. Так же как круг не имеет ни начала, ни конца, жизнь, по мнению индейцев, состоит из бесконечного чередования смерти и возрождения. Магическое колесо также символизирует четыре сезона, четыре стихии и все стадии жизни. На первом этапе создания магического колеса для поиска видений нужно найти камни, которые покажутся вам подходящими для этого. Вначале вам нужно взять четыре камня для обозначения четырех сторон света. Они также будут символизировать четыре стихии. Первым опустите на землю восточный камень и продолжайте раскладывать камни по часовой стрелке. Эти камни сформируют периметр круга. Камни должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояние между противоположными камнями должно быть удобным для вас, от 6 до 12 футов. Колесо начинается с восточного камня. Всегда входите и покидайте колесо с восточной стороны. Между основными камнями расположите дополнительные в центре каждого квадрата. Они образуются общение между различными частями света. Уделите созданию круга должное время и внимание. Это святое место, и поэтому к нему следует относиться с почтением. Создавая магическое колесо, руководствуйтесь собственной интуицией, которая сможет подсказать вам необходимую церемонию. Главное в ритуалах – почтение и доброе намерение. Прежде чем войти в круг пройдите обряд очищения. Необходимо омовение. Американские индейцы очищают и освещают себя окуриванием. Для этого они возжигают шалфей, чабрец и кедр. Затем вы обращаетесь с молитвой к Создателю и просите его благословения. Возможно, вы захотите начать с 24-часового поиска видений. Выходите на поиск как раз перед восходом и завершите его перед тем, как солнце начнет всходить на следующий день. И хотя традиционно на поиск видений выходит без запасов еды и питья, я советую вам взять с собой флягу воды. Если же вы страдаете гипогликемией или диабетом или вы беременны, то следует принести в священный круг также запас пищи. Вам следует покидать круг каждый раз, когда вы должны опорожнить мочевой пузырь или кишечник. Но не забывайте о том, что нельзя загрязнять окружающую среду грязной бумагой. Забирайте ее с собой, когда уходите домой. Вы можете просто сидеть, настроившись на любую информацию, которая приходит к вам как извне, так и изнутри. Можно взять с собой дневник и записывать в него все переживания. В любом случае вы можете призвать знамения, задавая определенные вопросы, на которые ждете ответы. Вот пример типичных вопросов. Кто я? Каково мое назначение? Каковы мои цели? Что я должен изменить в своей жизни? Сидя в центре круга, вслушивайтесь и наблюдайте за движениями окружающей вас природы. Следите за поведением птиц, насекомых и зверушек. Прислушивайтесь к ветру, наблюдайте за передвижением облаков и изменениями погоды. Если вы действительно начнете слушать, то сможете услышать такие знамения, которые могут изменить весь ход вашей жизни. В главе 4 написано, как толковать глубинные знаки. Когда поиск будет завершен, можете разобрать свой круг, но делайте это почтительно, передвигаясь против часовой стрелки. Вы можете унести с собой священные камни, чтобы возвратить их морю или земле, которой они принадлежат. Указатели. Знаки. Знамения. Вслушайтесь в шепот вселенной. София. 2000. С. 59. Если колдуны хотели наслать икоту, то произносили следующее. Престаньте сему человеку скорби, под названием икоты, трясите и мучьте, и мерек, до окончания жизни. Как будет сохнуть соль сия, так сохни, и мерек. Отступитесь от меня, дьяволы, а подступите к нему. Тайна белой и черной магии. Н. Степанова. Москва. Рипал Классик. 2001. Серия «Ваша тайна». С. 63. Порчей можно отнять зрение и слух. Такого человека нужно лечить в пустой комнате, где нет на виду острова. Спросите больного, сколько времени он слеп, что помнит последнее из того, что видел глазами. Узнайте, за какой грех он считает, у него это горе и на кого он думает. Скажите ему, что три дня будете готовиться к его лечению, делать тайное и молиться. Он также должен эти три дня поститься и проводить время в молитвах. Заверьте больного, что если он раскается искренне, то вы вылечите его. Посадите больного на стул со свечой в руки. Поставьте рядом банку со святой водой. Встаньте позади больного. Сложите мизинцы, большие пальцы и средние, остальные опустите. Держите руки над головой больного и читайте. Заря Марья настает. Солнце Батюшка встает. Из-за гор горьких, из-за рек быстрых. Слез соленых, глаз незрячих. С ними Господь придет. Свет глазам принесет. Сестры святые, скоропомощницы. Снимите чары колдовские. Сочи рабы Божьей, имя. Аминь. Затем пусть больной нашарит рукой банку с водой и опустит туда свечу. Той водой надо бы намыть глаза после каждого лечения. Итак, три дня. Тайна белой и черной магии. Н. Степанова. Москва. Рипал классик. 2001. Серия ваша тайна. С. 73. Заговор от кашля. На болотной кочке говорит жаба дочке. Ты, моя дочь, здесь квакаешь. А раб. Имя. Там кашляет. Квашню. Кашель и квакшу перемешаю. Раба. Имя. От кашля освобождаю. Тайна белой и черной магии. Н. Степанова. Рипал классик. Москва. 2001. Серия ваша тайна. С. 101. Вернуть сон. Дрема. Зевота. Покой. Найди на раба божьего. Имя. Пусть он спит. Отсыпается. По ночам не просыпается. Часто звезды ему сестры. Ясный месяц ему брат. Добрый сон ему кум и сват. Аминь. Тайна белой и черной магии. Н. Степанова. Москва. Рипал классик. 2001. Серия ваша тайна. С. 107. Макшатхарма. Глава 174. 6457. 6521. Ютхиштхи рассказал. 1. Ты изложил прекрасные законы. Касающиеся обязанностей Раджей. Прадед. О превосходном законе подвижников благоволи рассказать. Земли владыка. Пхишма сказал. 2. Всему, свой, закон установлен. Истина, плод подвижников по исходе. Выполнение многовратного закона бесплодным здесь не бывает. 3. Кто какого бы не достиг решения в том или ином предмете. Так он его постигает, а не иначе, превосходный Бхарата. 4. Где бы не проходить через бренную основу мира. Везде отвращение, к ней, возникает, в этом нет сомнения. 5. Итак, Ютхиштхира, раз столь великий порог существует в мире. Для своего освобождения средства нужно стараться найти разумному мужу. Ютхиштхира сказал. Ай, когда умирает жена или сын, или отец, или погибает богатство. Каким размышлением отстранится скорбь, это скажи мне, прадед. Пхишма сказал. Когда умирает жена или сын, или отец, или погибает богатство. Какое несчастье. Так помыслив, нужно стараться утешить горе. 8. Об этом такую древнюю быль повествуют. О том, что дружески говорил некий певец, придя к Сенаджиту. 9. Раджу, полимого скорбью о сыне, обессиленного горем. С поникшим сердцем, увидев, певец промолвил слово. 10. Отчего ты погряз в заблуждение, почему скорбишь? О тебе скорбить должно. Да и те, что будут скорбить о тебе. Сами, пойдут той же скорбной дорогой. 11. Ты и я, и те, что тебя, владыка земли почитают. Все мы туда пойдем, откуда сюда явились. Сенаджит сказал. 12. Какого учения, какого подвига, певец, богатый подвигом, какого самоуглубления, какого знания, какого искания ты достиг, что не впадаешь в уныние? Брамин сказал. 13. Взгляни. Существа здесь пронизаны скорбью повсюду, вверху, посредине долу, каким бы ни занимались, делом. 14. Или сам я не свой, или моя вся ширь земная, как моя, так и других, так помыслив, я колеблюсь. 15. Эту мысль постигнув, я не ликую и не колеблюсь. Как сталкивается колода с колодой в огромном океане. 16. И столкнувшись, расходится, так и у существ, происходит встречи. Вот сын, внук, домочадец, знакомый. 17. Нежность к ним создавать не нужно, ведь неизбежна разлука с ними. Они из незримого появились и в незримое вновь удалились. 18. Не тебя тот не знает, ни ты его, не знаешь. Кто же ты, о чем горюешь? Из мук, неутолимой, жажды возникает страдание. Из мук страдания возникает счастье. 19. От счастья рождается страдание. Итак, страдание снова и снова. Прямое следствие счастья – страдание. Страдание – прямое следствие счастья. 20. Подобно колесу, вращается счастье, несчастье людское. Из счастья ты впал в несчастье и вновь достигнешь счастья. 21. Не вечно принимать страдания, не вечно испытывать счастье. Ведь тело – не вместилище счастья, несчастье. 22. Итак, вместилище счастья, тело и несчастье. Вместилище, тело только телом он, его плод, вкушает. 23. И жизнь зарождается с зарождением тела. Оба совместно развиваются, оба и гибнут вместе. 24. Разнообразными узами влечений с предметами связываются люди и оседают, не достигнув цели, как в воде оседают песок и галька. 25. Как ради получения, масла мучают на мельничных жерновах сезамовое семя. Так всякая тварь мучается на жерновах бедствий, возникающих от незнания. 26. Ради супруги супруг недобрые дела нагромождает. Но человека здесь, и в ином мире один подвергается бедам. 27. К домочадцам, сыну, жене, привязаны все люди. Они утопают в пенистом море бедствий, как старые лесные слоны, в болоте. 28. При гибели сына, при гибели богатства, родичей, знакомых при Великой горе настигает, как при лесном пожаре, владыка. 29. Этот мир, укращает судьба в счастье, несчастье, бывание, небывание. Без друзей, с друзьями ль, без недругов, с врагами ль. 30. С потомством или лишенной потомства, человек, от судьбы получает счастье. Недостаточно для счастья друга, недостаточно врага для несчастья. 31. Недостаточно познания для богатства, недостаточно богатства. Для счастья. Неразума для достижения богатства, тупоумия для неуспеха. 32. Суетность вращения мира разумной, а не иной постигает. Разумному, отважному, вещему, безумному, трусливому и тупому. 33. Слабосильному и могучему, всем, выпадает счастье. Корова, принадлежит, теленку, пастуху, хозяину и даже вору. 34. Кто молоко выпивает, того и корова, таково решение. Наиболее заблудшие в мире люди и те, что следуют высшему разумению. 35. Те благоденствуют, мучаются же средние люди. Мудрые крайнему рады, промежуточному они не рады. 36. Достижение крайностей называют счастьем. Промежуточное между крайностями – несчастьем. Кто достиг разумения счастья, двойственность преодолел, от моего освободился. 37. Того никогда не потрясают ни достижения, ни неудача. А кто мудрости не достиг, не превзошел заблуждения. 38. Тот чрезмерно ликует или предается скорби. А заблудшие, как боги на небе, постоянно довольны. 39. Неразумное в своей великой специи самомнение. При нерадивости счастье кончается горем, при усердии горе приводит к счастью. 40. Ведь с прилежанием, не с нерадивостью живет удача. Приятного, неприятного, счастья или несчастья. 41. Достигнув, непобедимый как достижение да сохранит их, покойно в сердце. Тысячи состояний скорби, сотни состояний страха. 42. День ото дня переживает заблудший, а не пандиты. Разумного, совершенно познавшего, не робщущего, сведущего в писании. Самообузданного, укротившего чувство мужа горе, не может коснуться. Утвердясь в таком учении, оберегая свое сознание, пусть действует мудрый. 44. Тогда от восхода до заката, жизни, горе его коснуться не может. Каким бы способом не возникали скорбь, несчастье, страдания. 45. Или возбуждение, их корень, будь то, даже, какой-либо член. Тела, его, подобает отринуть. Если в чем-либо принимает участие самость. 46. То всякая такая цель приводит к мучению, поскольку покидаются. Вожделение, поскольку полнее становится счастье. 47. За вожделением гонится человек и вслед, за вожделение гибнет. Счастье, что в мире, дает, вожделение, великое счастье, что получает, в небе. 48. Не стоит и шестнадцатой доли счастья от уничтожения жажды. Деятельность прошлого воплощения, хорошая или дурная. 49. Определяет участь, мудреца, заблудшего, богатыря, сообразно. Их, поступкам. Таково поистине то приятное и неприятное. 50. Счастливое и несчастливое, что с дживами происходит. Человек, преисполненный, добрых, качеств, утвердясь в этой мысли, пребывает счастливо. 51. Да хранит он себя ото всех желаний, гнев позади оставив. Тот вращается в сердце. Крепкий, как смерть, он в уме, манасе. Существует. 52. Он в телах воплощенных устойчив. Мудрые его именуют гневом. Когда, человек, отовсюду вбирает желания, как черепаха члены. 53. Тогда собственный свет атмана он в себе самом созерцает. Если такой, никого, не боится и его, никто, не боится. 54. Если он не вожделеет, не ненавидит, он осуществляет брахма. Худоумным трудно покинуть правду и кривду. Страх и бесстрашие. Скорпи радость. 55. От приятного, неприятного полностью отрешась, он в самом себе умиротворится. Когда во всех существах он не вызывает злого. 56. Ни делом, ни мыслью, ни словом, тогда он осуществляет брахма. Худоумным трудно покинуть жажду. До старости она не стареет. 57. И только с жизнью она кончается. Покинувшему этот недуг, благо, тут, царь, спетой Пингалаю песни внимают. 58. Как в годину скорби, Пингала восприняла вечную тхарму. В беде эта блудница покинута была желанным. 59. Скорбная. Попав в беду, она привела к спокойствию разум. Пингала сказала. 60. Любила я желанного, нелюбившего. Надолго поселила. В груди благого, дающего радость. Но, его я не разгадала раньше. 61. А, теперь, замкну одноколейное, девятивратное жилище. Ведь кому же тогда подумать о пришедшем сюда любовнике? Это мой милый. 62. Я не желаю. Обманщики в образе Камы, адские видом, не обольстят, меня, снова. Я бодрствую. Я пробудилась. 63. Нежеланное да будет желанным или силой судьбы, или прежних поступков. Я пробудилась, я лишена выявлений, не одолеют теперь меня чувства. 64. Кто свободен от надежд, почивает счастливо. Свобода от надежд, высшее счастье. Он надежд всех отказавшись, Пингала спит счастливо. Пхишма сказал. 65. Этими и подобными доводами, высказанными Брамином, был вполне убежден Сенаджит, возрадовался счастливый Раджа. Так в святой Махабхарате, в книге «Умиротворение», в книге «Основа освобождения» гласит 174 глава, беседа Брамина с Сенаджитом. Макшат Харма, «Основа освобождения», книга 1, выпуск 5, Академия наук Туркменской ССР, Ашхабад, 1983, С5. Выходные данные издания. Гагин Тимур Владимирович, Бородина Светлана Сергеевна. Разоблачение магии или настольная книга шарлатана. Главный редактор. Бутенко Г. Редакторы. Бутенко К. Кириллова Ю. Дизайнер переплета. Зотова Н. Компьютерная верстка. Алина Г. Корректор. Чаркова Н. Подписана в печать 2508-2008. Формат 60Х-9016. Печать офсетная. Печь. Эль. 23. Тираж 4000X. Заказ 9965. ООО «Психотерапия». 129 337. Москва. Ул. Красная Сосна. Д. 24. Телфакс. 495. 988-6429. 499-188-1932. Эмейл. Сайбук Листру. Мейлтов 20. Сайбук Листру или Сайбук Нерадру. Мейлтов 20. Сайбук Нерадру. Отдел оптовых продаж. 495-988-6429. 499-188-1932. 8963-712-3381. HTTP www. Апт Бук Нерадру. HTTP www. Апт Бук Нерадру. Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов УАУ Ордена знак почёта Смоленская областная типография им. Смирнова. 214 тысяч. Смоленск. ПРТ им. Ю. Гагарина. 2. Издательство психотерапия. 129-337. Москва. АЯ-70. Эмейл. Сайбук Листру. Мейлтов 20. Сайбук Листру или Сайбук Нерадру. Мейлтов 20. Сайбук Нерадру. Тимур Гагин – профессиональный психолог, один из самых известных в России тренеров НЛП, президент Межрегиональной Ассоциации Центров НЛП, автор популярных книг и инициатор уникального проекта разработки системы комплексного моделирования, известного как «Конфайнмент моделирования». Светлана Бородина – психолог, бизнес-консультант. Закончила ядерное отделение физического факультета МГУ и 7 лет вела семинары на родном факультете. Второе высшее образование получила в УРА на кафедре клинической психологии в ММАИМ, сеченого по специальности клиническая психодиагностика. Хорошее чувство юмора и наблюдательность позволили ей объединить квантовую механику и преподавательский опыт с бизнес-консультированием. Так родилась «Конфайнмент моделирование». В этой книге Тимур Гагин вместе со своим другом и коллегой Светланой Бородиной щедро делится многолетним опытом практической работы и исследований на основе сформулированной им в конце 90-х годов. Единая структура воздействия. Предложенный им подход позволяет выделить и применить универсальные методы воздействия в самых разных областях человеческой жизни, в том числе, в деятельности коммерческих организаций. В этой книге единая структура воздействия впервые раскрыта авторами во всей своей полноте и многогранности. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royalibro. Http Royalibro. Оставить отзыв о книге. Http Royalibro.com. Гагентэмэр. Резобла. Кинемаджия. Эллина. Стоуна. Нига. Шарлатэна. HTML. Все книги автора. Http Royalibro.com. Гагентэмэр. HTML. НОУЦ. Примечания. 1. В транзактном анализе по Э. Берну. 2. По А. Адлеру. 3. Сами знаете по кому. 4. Да, да, мы помним, что книга «Структура магии» уже написана. Не нами, наша книга, а другом. Хотя. 5. Надаром Голоблишвили в формуле любви. 6. Авторы даже не пытаются приписать последнюю мудрую мысль себе. Просто уж очень ее разделяют. 7. Пояснение авторов. 8. Пояснение авторов. 9. Справедливости ради отметим, что ученые утверждают, коровий навоз обладает прекрасными антисептическими свойствами. 10. Читатель помнит, что в реальности цвета нет. Цвет – это способ человека воспринять длину излучаемой или отраженной волны. Да, а почему вы так уверены? 11. Мы услышали это от выдающегося гипнотизера М.Р. Гинсбурга. 12. В песне Винес группы «Shocking blue» рефренд «She's got it» в годы нашей юности со стервенением воспроизводился большинством ровесников, как та самая Шизгара. 13. Подробнее в книге Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». 14. Простите авторам эту демонстративную безграмотность в биологии. Сейчас не в этом суть. 15. Возьмем, к примеру, хоть академика Фоменко с его многотомной новой хронологией. 16. Более подробно и полно эта тема раскрывается в книге «Т. Гагина. Единая структура воздействия». 17. Мы полагаем, вдумчивый читатель уловил что-то от ненавязчивой рекламы в этом пассаже. 18. Авторы с большим уважением относятся к Сергею Павловичу Кучинскому и его атакующему маркетингу. 19. Специалисты в области медицины и фармакологии, с которыми консультировались авторы, разошлись во мнениях относительно достоверности идея ВИЧ. Сами авторы, не будучи медицинскими специалистами, скорее признают, что вся история с ВИЧ прямо и просто укладывается в структуру мифа. А уж в этом авторы разбираются, Си, СМ, А. Дмитриевский, И.М. Сазонова. Спит. Приговор отменяется, Москва, Экт, 2003 Г. 20. Желающих удостовериться отсылаем к монументальной книге Бертрана Рассела «История западной философии». Изданий много. 21. Один из авторов имеет непосредственное отношение к физике и миру академической науки, поэтому может себе позволить посмеяться над собой и своими друзьями-коллегами. 22. Меньшинство случаев авторы не затрагивают. Мало ли? 23. Поскольку исходный текст мы слегка переврали, то прямо ссылаться на Пушкина совесть не позволяет. 24. Во времена развитого социализма это не оспаривалось. 25. Английский вариант использует таблицу 5 на 5 квадратов.